Идеальная возможность решить какой-то вопрос с Николаем — это вместе с ним отправиться в длинную конную поездку. Потому что когда Николай едет верхом, у него всегда отличное настроение. Мы поговорим и о нем, и о семье, о внутренней жизни Николаевской России в те годы. Николай предложил принцип кадрирования армии, который был реализован по большому счету только в годы советской власти. Все время об этом говорил, что это зло, это аморально, это богопротивно, это экономически плохо, потому что это неэффективные хозяйства. Поэтому ему так нравился ревизор. Кстати сказать, ревизор шел в Александринском театре с триумфом и аншлагами, а в ряде регионов был запрещен губернаторами. Вы что творите? Вы что, французы? Или вы поляки? Вы собираетесь кровь проливать? Ну, имелось в виду все революционные выступления того времени в Польше. Николай ворвался в кабак, поймал двух пьяных в дупель совершенно матросов, вытащил их за шиворот обоих, потащил, сдал патрулю. Он не был рожден для власти, он не был гением политической интриги, он до конца жизни так и называл себя. Я старый армейский сапер, я просто инженер. Именно при нем в России произошла транспортная революция настоящая. У них появились и железные дороги, и нормальные шоссейные дороги первые, и дилежансы, и массовое пароходное сообщение. Николай всегда очень нравился женщинам, даже когда достиг по тем временам преклонных лет. Его сыновья, в первую очередь Александр и Константин, смогли провести невероятно эффективную, быструю и решительную модернизацию. Значит, все-таки Николай их правильно воспитал. Значит, все-таки он действительно по-настоящему был хорошим отцом. И за это мы должны его чтить и помнить. Добрый день. У нас сегодня рассказ о Николае Первом. Это не лекция об истории в классическом смысле этого слова. Я ни за что вас не агитирую, ничему не учу, не занимаюсь пропагандой. Я рассказываю о людях во времени. Сегодня мы будем говорить об эпохе Николая Первого. Не будет ничего о Крымской войне. Не будет ничего об идеологии, о соводержавии православия и народности. Мы не будем говорить о войне на Кавказе, о подавлении польского восстания, о сложных отношениях с Польшей, об освоении Средней Азии. Мы сконцентрируемся на Николае и его семье как человеке и на внутренних реформах. В 19 веке была такая глупая фраза «Дурак умного догоняет, да Исааки мешает». Николай Первый скачет на лошади прямо вслед за медным садником, за Петром. Петр повернул к нему спиной. Они на одной оси, так спланировано. Линию можно провести. Между ними Исааки. Несправедливо. Когда к памятнику подойдешь, царя не видно. Он стоит на вздыбленном коне, и ты видишь над собой только лошадиную морду. Что нет человека. С анфаса посмотреть на него невозможно, надо отойти очень далеко. Либо надо сбоку куда-то заходить. Довольно символичным. Памятник был поставлен после смерти Николая сыном в память об отце. Это коллективный продукт. Постамент и часть работы выполнена Агюстом Монферраном. Сам памятник Клотта. Николай в мундире на лошади. Вокруг четыре женских аллегорических фигуры. У них фотографическое сходство супруга Николая и три дочери его. Четыре красивых барельефа. Известные деяния жизни Николая. Усмирение холерного бунта в Петербурге. Подавление восстания декабристов. Открытие железной дороги Николаевской. И четвертое. Кто помнит? Кодификация законов Российской империи. Трудно представить, но до Николая Первого все законодательство Российской империи представляло из себя вот такую комнату или дворец, или неизвестно что подвал. Просто набитые бумагой. Они были не сведены вообще. Поэтому, как производилось судебное дело производства, сложно себе представить. Памятник этот хотели снести в советские годы в рамках нашей беспощадной борьбы с имперским прошлым. Но, что поразительно, не снесли, потому что памятник является чудом инженерной мысли. Лошадь стоит на двух точках опоры. Даже медный всадник там еще. На этот момент это был единственный такой памятник в Европе. Как вот так рассчитали правильные нагрузки. И поэтому, когда вопрос о сносе обсуждался, сказали, что этого делать нельзя, потому что это уникальное инженерное сооружение. В этом качестве его сохранили. Снесли только ограду. Потом в 92-м году восстановили. Николаю не повезло. Так же, как и у отцу Павлу. Неизвестно, о ком из них хуже высказывалась пресса. Пресса тогда не высказывалась. Хуже высказывались потомки. Историография. Советская историография. Либеральная прозападная общественность. Николай Палкин. Он же коронованный барабанщик. Он же жандарм Европы. Он же убийца Пушкина. Марина Святаева так сказала. Убийца Пушкина. В общем, символ самодержавия в самом плохом смысле этого слова. Он, собственно, от этого не отрекался. Себя называл консерватором публично. И считал, что его долг быть образцовым самодержавцем. Как его отец Павел. Как его прапрадед Петр Первый. Он слуга государства. Николай никогда не хотел стать царем. Уникальное явление в мировой истории. Когда корону не вырывали друг у друга наследники. Пытаясь пустить кровь. Зарезать Ричард Третий. А бросали друг другу. Я не хочу. Я отрекаюсь. Нет, ты. Нет, нет, ты. Так вот, Николай и Константин. Три недели друг другу бросовали корону. Никто не хотел быть императором всероссийским. Второго такого случая я, честно говоря, в отношениях между наследниками. Тем более родными братьями не припомню. Кто из вас. Может быть, меня поправит. Вот вопрос, каким был Николай реальным. Был ли он Николаем Палкиным. Или Дон Кихотом самодержавия, как его еще называли. Как получилось, что сначала при нем империя вознеслась на вершину геополитического величия. А потом, спустя неполных 30 лет, не смогла сбросить десант в Крыму. Ну, представьте себе, при его брате объединенная Европа сожгла Москву. И, тем не менее, спустя уже два года наши были в Париже. Страна была освобождена. Александр диктовал волю в Вене. Всему цивилизованному миру, как бы сейчас сказали. А при Николае проходит 30 лет. По его повиновению, пьесы в Парижском театре снимаются репертуар. Известная история. Оскорбительную, с точки зрения Николая, пьесу пытались поставить во французском комедии «Францесс». Было написано письмо «Протест». Администрация французская слабо сопротивлялась. Говорят, у нас нет цензуры, у нас театр свободны. У нас все решает зритель аплодисментами, либо свистом провожает пьесу и определяет судьбу репертуара. На что Николай попросил нашего посла, чтобы там передали, что если все решает публика, то у него есть миллион зрителей в серых шинелях. Они придут и засвищут автора прямо в Париже. Пьеса была снята. Официально объяснялось тем, что билеты не проданы. И вот после всего этого десант в Крыму, и они не могут сбросить его в море. Ничего не работает. Вся система не работает. Как так получилось? Николай родился летом 1796 года. Еще жива и вполне здравствует его бабушка Екатерина. Вполне бодрая. Она увидела внука. Сказала, эки богатырь. И написала. Голос у него бас. От двух-трехмесячного младенца. Кричит он удивительно. Длиной воршим без двух вершков. Это 61 сантиметр. Большой. Руки немного менее моих. В жизнь мою первый раз вижу такого рыцаря. И если он будет продолжать как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом. Бабушка вскоре умерла. Помним с вами, что старшие братья Александра и Константин воспитывались бабушкой по специальной программе. Вот здесь воспитывала уже маму. Детство он провел среди женщин в Гатчине, в Павловске. Отвечала за воспитание статсдама Шарлотта Ливен, которая считалась одной из самых добрых и милых женщин при дворе. Ее называли океаном нежности и снисходительности. Кстати сказать, она прямая прапрапрапрабабушка знаменитого британского историка Доминика фон Ливена, британа-германского, скажем так. Разница между старшим братом Александром и Николаем огромная. Почти как отец и сын, почти 20 лет. Поэтому всю свою жизнь Николай и относился к Александру не как к старшему брату, а как к отцу, как к сюзерену. А вот младшие дети Николай, следующий сын еще младше Николая, великий князь Михаил Павлович и сестра Анну, были очень близки друг с другом. Они образовали такой своеобразный детский комитет, то есть были старшие дети, были младшие. У них были свои секреты, они игрались только вместе, у них были особые кольца. Всю жизнь они потом поддерживали особые отношения, были очень близки друг к другу. Надо сказать, что у Павла было 10 детей, одна девочка умерла в младенчестве, 9 выросли, прожили долгую жизнь. Трое младших были действительно самыми близкими людьми всю свою жизнь. Наверное, это много говорит о человеческих отношениях в этой семье. Анна вышла потом замуж и стала королевой Нидерландов. Михаил всегда будет в тени на шах за своим старшим братом Николаем. Николай чуть войну не начнет, общеевропейскую. Когда в Нидерландах начнутся революционные брожения, он пойдет сестра на выручку. Главным воспитателем у Николая, когда он чуть-чуть подрастет, станет некий курляндец генерал Матфей Ламсдорф. Был свояком Лагарпа. Лагарп был воспитателем Александра, старшего брата. Ну вот если Лагарп, швейцарец, швейцарский француз, это просто образец республиканца-демократа, он даже отказался от дворянства. Де Лагарп, вот он от Де отказался. Он гражданин Лагарп. На него писали доносы Екатерине Великой, что он воспитывает Александра в духе якобинства, революции. Ну, бабушка была умная, она говорила. Человек порядочный, умный. Путин хоть трижды якобинцем. Мой внук его любит, и вообще он очень разумен. А свояк его, курляндец-немец, Ламсдорф, ну, русский немец, был полной противоположностью. Это был такой офицер жесткий. Павел, поручая ему стать воспитателем своего младшего сына Николая, сказал, главное, чтобы это не был суси-пуси, как все германские принцы. Воспитать его как положено. Ну, вот как положено его воспитывали. Он был мальчиком непослушным, поэтому его не просто ставили в угол, а часто били розгами, березовыми, по полной программе. Николай был очень своенравным мальчиком, самолюбивый, вспыльчивый. Постоянно дрался со своими сверстниками. У него был своеобразный набор игрушек, как у Петра I. Деревянные ружья, шесть деревянных шпаг, деревянные алебарды, барабаны, трубы, деревянные лошади, деревянные пушки, для них ящики и снаряды. Любимая игра «Солдатики. Строить крепости». Крепости он строил вместе со своим братом Михаилом, при этом у них была специализация. Николай все время строил разные крепости огромные, защищал их, а Михаил штурмовал эти крепости и разрушал. Потом, когда они вырастут, Николай станет одним из лучших инженеров в империи. Он строитель, он инженер по профессии. А Михаил будет шефом артиллерии. Он артиллерист, он разрушитель крепостей. Кстати сказать, Михаил довольно много сделал для развития артиллерийского дела. Продолжатель Ракчеева. Все самые современные изобретения в Европе Михаил будет пытаться использовать. «Ламсдорф», писал Николай, я цитирую, «Умел вселить в нас в одно чувство – страх. И такой страх, и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности. Страх и искание, как избегнуть наказания, более всего занимали мой ум. Били Николая из-за его упрямства, дрочливости и строптивости часто». Об этом очень любят просуждать историки. Например, Акунин пишет, «Александра никогда не наказывали телесно». Его воспитанием занималась умная бабушка Екатерина. И он вырос человеком прогрессивным, западным, который обращался ко всем на вы. Действительно, Александр был потрясающе воспитанный человек. И время правления Александра – это увеличение сословия непоротых людей. Николая Билиева. И он стал Николаем Палкиным. Интересно другое. Когда Николай станет императором, вы думаете, он отомстит как-то Ламсдорфу? Нет. Он подарит ему имение в Курлянде, будет ему писать до конца жизни теплые письма и говорить, вот образцовый учитель, он научил у нас дисциплине, а когда мы плохо себя вели, наказывал сурово, но справедливо. Вообще, он всех своих учителей помнил и чтил. Николай любил математику, физику, инженерные науки. Изучал отдельно артиллерию, тактику. Вообще, ему был присущ рациональный склад ума. Считается, что он не любил гуманитарные науки, считал все это болтовней. Это так. Он публично говорил, это не для меня, а человек практически. Я инженер. Но в то же время все не однобок. Мало кто знает, что Николай прекрасно рисовал. Помимо того, что у него были профессиональные учители рисования, то уже во взрослом возрасте он брал уроки у ареста Кипрянского. Это любовь к рисованию в генах у Романовых. Например, его внук Александр Третий тоже замечательно рисует. Можете сказать, в русский музей посмотреть на этюды Александра Третьего. Это очень профессионально. А его праправнучка, эмигрировав из России, будет просто профессиональной плотницей, будет продавать картины задорого во Франции. Николай играл в духовых музыкальных инструментах, очень увлекался этим. Потом, опять же, его внук Александр Третий тоже будет большим поклонником трубной музыки, как говорили тогда. Фехтование, танцы и верховая езда. Вообще, верховая езда – это конек Николая. Его посадили на лошадь, не на пони, а на большую лошадь. Боевую. В пять лет. И вот он буквально врос в нее. Это был настоящий джигит. Он мог провести в седле восемь-десять часов, потом спрыгнуть и пойти на бал. Идеальная возможность решить какой-то вопрос с Николаем – это вместе с ним отправиться в длинную конную поездку. Потому что когда Николай едет верхом, у него всегда отличное настроение. Мы сейчас скандинавской коньбой занимаемся. У него вот такой спорт. Он все время верхом. Кстати сказать, ходить пешком тоже Николай очень любил. Мы себе не можем это представить, но когда он жил в Зимнем дворце, он обычно вставал летом в 7 утра. После туалета он сразу шел выгуливать своего пудоля. Пудоля звали гусар. И он гулял с ним один, без охраны, по дворцовой набережной. Туда-сюда. Минут сорок. Раскланивался со всем, кого встречал ранним утром. Может где-то сзади шел адъютант, я не знаю. Но рядом не было никого. Потому что Николая можно было встретить где-то с семи до восьми гуляющим по дворцовой набережной. Хотя он не любил гуманитарные науки. И всегда это подчеркивал. Но, тем не менее, память у него была замечательная. Поэтому иностранные языки давались ему легко. Свободно. Французский, английский, немецкий. По принуждению на что поделать. Латынь, древнегреческий и польский. Шесть языков. Кстати, его старший брат Константин учился новогреческому. Поскольку его готовили в константинопольские государи, то у него была и няня гречанка, и воспитатель грек. Они между собой говорили только на современном греческом языке. Вполне по-мальчишески Николай потом писал, «Ты не можешь себе представить, какую тоску наводит на меня одно только воспоминание о моих уроках греческого и латыни, пользы от которых я себе никогда не мог осознать». Кстати сказать, трудности у него были с русским языком, как и у всех дворян того времени. Он лет до 15-16 по-русски изъяснялся как на иностранном. Писал только по-французски. Проблемы с орфографией и грамматикой у него не такие, конечно, как у Петра I, у которого вообще отсутствовали представления о грамотности любые. Но были у него ошибки до преклонных лет в знаках препинания, иногда орфографические ошибки допускал. В этом отношении он не был таким абсолютным педантом, как его старший брат Александр. Вот если бы Александр увидел этот стол, он, конечно, пришел бы в ужас, потому что все должно вот так лежать. Вот так. Только ровненько, под углом. Тут же был вызван помощник, его бы отругали. А вот этого быть вообще на столе не должно. Все перья должны быть заточены на определенную длину. Входящая и сходящая. Вот так ровно два сантиметра. Идеальный почерк, вообще ни одной ошибки. У Николая в этом отношении чуть-чуть попроще, но надо сказать, что именно Николай как раз русский язык сделал официальным языком делопроизводства в Российской империи. До этого момента все было смешано. Кому как удобнее. Поэтому министерства принимали прошения на французском главным образом, отчасти английском, немецком. Могли также и отвечать. И только при Николае официальным языком государственного делопроизводства и законодательства стал русский. Кроме МИДа. Французский. И российские дипломаты друг другу писали служебные записки на французском языке. Это считалось нормой. Как-то Николай встретил камеру ПАЖА, с ним поговорил. Спросил его, зачем ты картавишь? Тот, видимо, как-то грассировал. За француза тебя все равно никто не примет. Благодари Бога, что ты русский. И хватит обезьянничать. В 1829 году во время посещения Польши предводитель какого-то там дворянства польского обратился к Николаю возвышенно по-французски. Николай выслушал его полминуты, потом перебил и сказал. Слушайте, говорит, я прекрасно понимаю по-польски. А вообще у нас государственный язык русский. Поэтому давайте либо по-польски, либо по-русски. Французский здесь совершенно ни при чем. Почему Николай любил все военное, а тогда все любили все военное? Весь период его молодости, начнем с момента практически рождения, там до 1815 года, это же бесконечные войны. Заграничные походы, турецкие войны, итальянская компания, Франция, персидские войны. Ну а чем еще жить мальчишкам, подросткам, когда все вокруг воюют? Все самые уважаемые люди в иполетах и при оружии. Поэтому естественно все они были очень увлечены военным делом. Когда началась война 1812 года, Николай сразу просится на фронт. Он пишет Александру. «Мне стыдно осознавать себя бесполезным на земле существом, непригодным даже для того, чтобы пасть смертью храбрых на поле битвы. Пустите меня в армию». В армию его не отпускают, 15 лет какая там армия. Мама вообще намертва, никуда, никогда. Они вместе с Мишей разрабатывают план побега в армию. Один из руководителей декабристов, по-моему, кто-то из Муравьевов, он тоже было лет 15, он бежал в армию, его поймали. Как вы думаете, кто? Крестьяне, естественно, поймали его, как французского шпиона, потому что он не смог внятно по-русски объяснить им, кто он такой и чего. Поймали, побили крепко, но, слава богу, не зашибли, а сдали патрулю. Так и Николай. Его пустили в армию только когда наши уже стояли в Париже. Он приехал в штаб, познакомился. Было судьбоносное знакомство с генералом Паскевичем. Паскевич был существенно старше его. Старший брат представил, сказал, вот Николай, а вот Иван Паскевич, один из моих самых лучших генералов. Он тебе все и объяснит. Николай привязался к Паскевичу невероятно. Он ходил за ним хвостиком, расспрашивал, как надо командовать. Паскевич потом вспоминал, Николай Павлович постоянно меня звал к себе и расспрашивал о компаниях. Мы раскладывали карты и по целым часам вдвоем разбирали все движения и все битвы 12-13-14 годов. Главная его черта, которую он привлек меня к себе, это прямота и откровенность. Ну, вот насчет прямоты и откровенности, это отсыл к его старшему брату Александру. Потому что старшего брата никогда не поймет, что он думает на самом деле. Он византиец, он дипломат, он одно говорит, третья думает, четвертая произносит. Николай – полная противоположность. Что думаю, то говорю. Прямота и откровенность. Почему его еще не отпускали в Париж и долго упирались? Потому что там, в общем-то, уже покоренный город и золотая молодежь, офицерство гуляло по полной программе, посмотреть воспоминания того времени, почитать. Вот с утра мы проснулись, приняв туалет, решили с господами офицерами позавтракать в ближайшем, в бестро. Заказали по две дюжины устриц на человека и по две бутылки шампанского. После чего перешли к завтраку. Николай был не таков. С золотой молодежью не кутил, по кабакам не шлялся, и, что особо важно, не шлялся ни по каким парижским борделям. Что отмечалось? Николая интересовала политехническая школа, как устроены казармы, как устроены госпитали, как работает дом инвалидов. Тогда это был, естественно, еще не музей, а хоспис для ветеранов. К нему постоянно обращаются с разного рода просьбами, к которым нельзя обратиться к царю, но к царевичу можно. Много на эту тему известных историй. Одна, например, выдающая его последующую склонность ценить семейные ценности. Николаю пожаловался какой-то французский аристократ, от которого сбежала дочь. И исчезла с любовником. Как вы понимаете, любовником был русский гусар, офицер. И уехал. Аристократ нажаловался. Николай стал разбираться. Сказал, ну, любовь и любовь, что поделаешь. Но тут выяснилось, что гусар был женат, счастливый в Москве. У него там была большая семья и дети. И это Николай счел недостойным русского офицера. Француженку у него отобрали. Заставили заплатить 50 тысяч франков на приданное. Он же опорочил девицу. Кто такую замуж возьмет? Потом он от себя добавил еще 10 тысяч франков. Ну, и вот с таким приданным 60 тысяч франков, не слишком разборчивый французский высокопоставленный чиновник, тут же через две недели взял девицу замуж сразу же. Потеря невинности его ни капли не смутило. Вообще Николай считался по жизни образцовым семьянином. Идеальным мужем. Его поженить старший брат захотел сразу, поскольку он давно вынашивал план крепить как-то династический союз между двумя соседями, между Россией и Пруссией. А у прусского короля было на выдании две девушки, дочь. И племянница. Николаю дали выбор. Сказали, ты съездим, познакомься, посмотри, кто тебе больше нравится. Сначала по пути в Париж, потом еще из Парижа. Он заезжает в Берлин, знакомится. Николаю лет 17-18. Больше ему понравилась дочь. Знаете, как в известной шутке, может ли брак по расчету быть счастливым? Может. Если расчет оказался верным. Здесь расчет оказался верным. И этот стопроцентный политический брак оказался очень счастливым. Они прожили вместе 38 лет. Если бы Николай не унк, наверное, дожили бы до золотой свадьбы. Он умер по нашим меркам. Совсем в молодом возрасте. Дочь звали Шарлотта. Православие Александра Федоровна. Красивая, грациозная. Мы ей обязаны, кстати сказать, новогодней елкой. Ведь считается, что новогоднюю елку придумал Петр I. Это так. Он ее завез. А впервые украсили игрушками, новогоднюю елку, шурой и звездочками. Именно при Николае. И сделала это его жена Шарлотта-Александра Федоровна. Сначала в Москве, потом на следующий год уже в Петербурге. И глядя, как это делает у себя дома во дворце Государыня, весь свет стал украшать новогоднюю елку. Кстати сказать, гений чистой красоты. Это кто? Анна Петровна Кернин. Пушкин, конечно, язык не поворачивается сказать в плагиатрах. Но это не Пушкин написал. Гений чистой красоты. Это из стихотворения Жуковского, посвященного Шарлотте, невесте Государя. Это она. Гений чистой красоты. И эту фразу Александр Сергеевич просто использовал красивую. Уже в своем замечательном стихотворении. Хотя она родила Николаю семь детей. До самой смерти она была очень худенькой, очень грациозной. Тогда еще моды на худобу не было. На самом деле. Было такое исключение. Такая она и была. Гений чистой красоты. Кстати, если говорить самому Николаю, он признавался, что вступил в брак девственником. В 1835 году он приказал своему личному врачу, я процитирую письменный документ. Я пришлю своего сына, и ты покажи ему самые ужасные примеры сифилитической болезни. Как на мужчинах, так и на женщинах. Когда я был молод и еще не женат, мой доктор тоже водил меня по военному госпиталю. Больные, которых я увидел, произвели во мне такой ужас, что я до самой своей женитьбы ни разу не знал женщину. Отличительная черта Николая всю жизнь – любовь к детям. У него было три дочери, которые на памятнике вместе с женой. И четыре сына. Знаете, как сыновей звали? Не сложно догадаться. И в каком порядке? Первый – Александр. Второй – Константин. Третий – Николай. Четвертый – Михаил. Точно так же, как его братьев. В том же порядке. У Николая не было вообще, как считается, открытых любовниц. Ну, то есть, наверное, они были. И молва приписывала ему спиток внебрачных детей, которых он якобы записывал на своего министра путей сообщения Клей Михеля в молодости адъютанта. Он их признавал своими детьми якобы. Но этому нет никакого доказательства. Это все придворную службу. Если у нее были какие-то отношения на стороне, то это было до такой степени засекречено и законспирировано, что просто никто ничего не знал вообще. Единственная условно доказанная любовница считается Варя Нелидова. Это племянница подруги его отца Павла. У Павла была Екатерина Нелидова, действительно его товарищ, советник. Есть версия, что Нелидова была его относительно открытой любовницей. Мы всех делим на тех, кто за и тех, кто против. А те, кто против, они говорят, да у Николая было их много, просто он всех прятал, чтобы жена не расстраивалась. А те, кто за Николая, они говорят, вот одна была у него Нелидова. Да и то появилось только после сорока лет, когда врачи после седьмых родов запретили ему с женой иметь отношения, потому что уже организм не выдерживал. Вот тогда уже 50 плюс он завел постоянную любовницу с разрешения своей супруги. Так либо иначе Нелидова вела себя очень скромно, просто как серая мышка. Никакого влияния предварения на что не имела. Кстати сказать, Николай ей завещал 200 тысяч рублей, довольно крупную сумму, что является, опять же, как бы доказательством того, что у них были отношения. Из своих личных денег у него было три бюджета. Бюджет империи – это отдельно вообще. Далее бюджет императорского двора – это отдельно. И третий – личные деньги государя. Вот он из личных денег завещал ей 200 тысяч, которые Нелидова тут же передала в фонд Крымской войны на помощь раненому. Когда Николай скончался, его супруга подозвала Нелидову к себе, о чем-то с ней они поговорили, поплакали вместе. И она со своей руки подарила браслет Нелидовой, на котором была такая иконка с портретом Николая, которую Нелидова до конца жизни носила. В общем, такие были интересные отношения. Николай, как и его брат Александр, все время путешествовал по стране, пытался изучить страну, путешествовал за границей. Он объездил практически всю Англию – Лондон, Манчестер, Ливерпуль. Всем интересовался, ходил по заводам, по фабрикам, съездил в Шотландию. У него был любимый писатель – Вальтер Скотт. Вообще Николай гуманитарной науки не любил, но читать любил, литературу любил, особенно любил исторические романы. Обожал Вальтер Скотта. Он поехал в замок к Вальтеру Скотту, с ним поговорил. Вальтер Скотт написал оду, ее потом опубликовали в английских газетах, где прославлял Николая как победителя Наполеона, хотя он не побеждал Наполеона, и императора Всероссийского, хотя Николай не был даже наследником престола на этот момент. И когда Николаю эту оду показали, он сказал, к счастью, поэты не оракулы. Ну, типа, никогда я не буду императором. Поэт оказался оракулом. Посещал парламент, посещал гайд-парк, смотрел на все эти прения, выступления, и потом написал одному из своих корреспондентов следующее. Если бы на наше несчастье какой-нибудь гений, злой гений, перенес к нам все эти английские клубы, английские митинги, которые больше шумят, чем делают дело, я просил бы Бога, чтобы он повторил чудо смешения языков и отнял у них дар слова. В общем, ему все это не понравилось. Когда Николай вернулся на родину, Александра назначил его инспектором корпуса инженеров, придумал для него специальную должность, в случае инженер, генерал-инспектор по инженерной части. И назначил шефом лейб-гвардии саперного батальона. Саперный батальон – это элитная инженерная часть, 800 человек, которые занимаются строительством. Трепостей, укреплений, закладывают мины, фортификации. В общем, все, что касается защитной части военного дела. Николай очень тщательно относился к своим обязанностям. Вникал во все мелочи. Каждый день занимался своим саперным батальоном. Считается, что он всех гвардейских саперов знал в лицо и почти всех по имени. Это 800 человек. Память была образцовая. В батальоне он открыл духовой оркестр, и саперы играли на трубу. Хобби свое развил. Считал, что это самый лучший военный оркестр в России. И вообще всю свою жизнь Николай говорил – моя инженерная часть. Когда его спрашивали – вы кто вообще? Николай II говорил – хозяин земли русской. А Николай I говорил – я старый гвардейский сапер. По инициативе Николая I было учреждено Главное инженерное училище. Там была небольшая школа до этого, но Николай эту небольшую инженерную школу преобразовал в Главное императорское инженерное училище. Потом она станет Николаевской инженерной академией. Он составлял учебную программу, вникал во все детали. Там были неплохие преподаватели. Химию преподавал Менделеев. Физику преподавал Яблочков – изобретатель электрической лампочки. Достоевский был выпускником Главного инженерного училища. Михайловский замок. Замок стоял пустой, и он выпросил этот замок для размещения училища. Там на протяжении долгого-долгого времени находилось училище. Он один открыл гуманитарный университет в Киеве. Очень много университетов при Александре открывалось. А при Николаеве – технический институт. Его технологичка – это указ Николая в Петербурге. Бауманка в Москве – это указ Николая. Даже лесной институт – указ Николая. Все, что касается технической инженерной части, это ему очень-очень нравилось. Он даже предлагал своему брату отреформировать армию. Будучи еще молодым, написал Большой проспект по сокращению расходов на армию. Первое – решительно сокращалось количество генералов. Генералов слишком много. Надо делать упор на офицеров и унтер-офицеров, сержантский состав. Второе – больше инженерных саперных технических частей, то есть меньше парадов. И третье – Николай предложил принцип кадрирования армии, который был реализован по большому счету только в годы советской власти. Когда полк – это, например, один батальон постоянный, а дальше обмундирование, сержантский состав, частично офицерский состав, вооружение на складе смазанное и готовое, еще на три батальона. Если начинается война, раз – призывают, и полк раскадрируется, сразу становится большим. А так на время сокращаются расходы бюджета. Александр не принял эту реформу, это было слишком глобально. Он вообще не очень доверял своему младшему брату, опять же, относился к нему как к мальчишке. Приход к власти. Понятно, что шансов у него прийти к власти по рождению не было, поскольку по закону престола наследия сначала дети либо дети детей Александра, потом Константин, его дети либо дети детей, и только потом Николай. Никаких вариантов нет. Но получается, что у Александра нет детей законных, только незаконнорожденные. У Константина нет детей законных, только незаконнорожденные. Плюс ко всему, у него еще второй нецарственный маргартический, правильно, брак. Даже с этими условностями Константин мог претендовать на престол, он плюс ко всему еще и письменно отрекается, он просто не хочет. Не нравится ему быть царем. В Польше его все устраивает. Поэтому Александр приглашает Николая и на прогулке с глазу на глаз говорит ему, судя по всему, если что-то случится, то, возможно, наследником станешь ты. Ваше Величество, как я? Константин, закон, отец престола наследия. Не-не-не, я подпишу манифест, но ты к этому готовься. Вот разговор такой, с глазу на глаз. Николай возвращается и передает это своей жене. Они сжимают плечами и ждут. Далее Константин пишет письмо об отречении. Александр I делает завещание, как мы с вами помним, в нескольких экземплярах, запечатывает его в конверт. Согласно завещанию, в случае его смерти престол передается Николаю. Там, по-моему, три свидетела. И эти конверты хранятся в Успенском соборе, отослать в Сенат, в Госсовет и прочее. Содержание этих конвертов Николаю неизвестно. Можете представить его состояние, так проходит несколько лет. Вроде как с ним старший брат поговорил, и детей у него нет, и, судя по всему, уже не будет точно законных. А Константин вроде бы как говорит, что царем быть не хочет, но это все не на бумаге, это все не на документах. Поэтому, когда приходит вещь, что Александр скоропастично скончался, это было шоком для всех, Александр почти не болел. Как и Николай, он очень здоровый мужчина. 48 где-то, что-то около этого, да, на момент смерти. Жена у него болеет постоянно, поэтому он с ней и поехал в Крым на землю. Николай сразу присягает Константину, сразу же. Потом присягает Константину войска, которые рядом с Николаем. Потом он едет в госсовет. В госсовете уже конверт распечатал. Говорит, Николай Павлович, не знаем, как к вам обращаться, но тут написано, что вы государь-император. Николай говорит, не знаю, ничего не знаю. У меня такого конверта нет. Присягайте Константину, как и я. Сенат, госсовет и вся гвардия, вопреки письменному документу, все равно присягают Константину. И тут начинается вот это швыряние короны, переписка. Я отказываюсь. Я уже один раз письменно отказывался, пишет Константин. Отказываюсь повторно. Курьером работал их младший брат Михаил. Он туда-сюда мотался. Петербург, Варшава. Варшава, Петербург, Петербург, Варшава. Говорит, пусть Константин приедет сам и лично скажет, что он не хочет быть императором. При всех, поскольку все ему присыгнут. Константин отвечает, а я не поеду. Я два раза написал, третий раз писать не буду. Еще раз передайте им, царствовать я отказываюсь. Фантастическая история. Что делать, непонятно. Все присягнули Константину. Деньги уже выпустили, уже рубль с профилем Константина. Большая нумизматическая редкость сейчас. И тут Николай получает известие, что в столице заговор. Дело происходит 13 декабря. Куда тянуть дальше? Три недели без власти. Между царствием. Заговор. Причем заговора два. Сначала ему приходит письмо о заговоре в южных частях на Украине, на Малоруссии, в южной части. Вроде как там кого-то арестовали. Пестель вроде бы как арестован. Николай еще про это не знает. Но есть обширный заговор на Украине. А тут еще и заговор в Петербург. Поэтому на раннее утро следующего дня назначается переприсяга уже Николаю. Поэтому 13-го за день до восстания Николай пишет манифест о вошествии на престол своем. И ночью вызывается командир гвардейских полков. Имеет с ними разговор по душам. Командиры полков его поддерживают. И этот разговор, кстати, много определил. Потому что, например, командир Семеновского полка близкий друг Пестеля. И декабрист. Но когда к нему придет Трубецкой, тот скажет, я не могу. Я дал слово. Да, я согласен. Константин, республика. Но нет. И Семеновский полк не присоединится к восстанию. Он выйдет на сторону Николая. И так очень многие. Даже члены Южного общества, находившиеся в Петербурге, вывели войска за Николая. А не за декабристов. Потому что вот такая была необычная очень на тот момент ситуация. Во время восстания Николай проявляет по большому счету план на крови. Ну, представьте себе. Он выходит из дворца. Мимо него бегут вооруженные солдаты. Не отдают ему честь. Он император уже. Он кричит, вы куда? Мы на площадь. Я ваш государь. Наш государь Константин, отвечают они. И этим армейским полуджогингом, значит, таким ускоренным, шествует мимо. Что им мешало это? Ну, просто убить Николая. Захватить его. На площади собирается толпа. Небольшое расстояние здесь между Сенатской и Дворцовой, как вы понимаете. Толпа. Николай ходит. Один без охраны. Они что-то там кричат все. Он достает манифест. Только что им написаны. И говорит, я ваш государь. Начинает читать вслух этот манифест. Собралась толпа, слушают его, да. Не все с вами согласны. Вот там на площади войска они так не считают. Николай идет на площадь. Мы знаем с вами, что убили Милорадовича. Кроме Милорадовича убили еще одного полковника. Стреляли в его младшего брата Михаила, когда он тоже отправлялся увещевать декабристов. Было два обвинения. Стрелял в Михаила. Каховский убил Милорадовича. Пистолет дал осечку. И стрелял в Михаила еще Кухельбекер. Сам Кухельбекер это отрицал. А другие на него показывали, что он тоже выстрелил в Михаила. И то ли промахнулся, то ли дали осечку. Приговорили к четвертованию. Потом к повешению шестым. А потом пришел сам брат Михаил к Николаю и попросил заменить нас ссылку. На вечную каторгу. Он же говорит, стрелял, не стрелял, не убил. За что? Нехорошо. Времен. Вот и по просьбе Михаила и Кухельбекера отправили ссылку. Так вот убили еще одного полковника, тот же Каховский. И в общем были шансы, что сам Николай. Рядом с ним долгое время ходил Якубович, взявший на себя роль цареубийца. С пистолетом в кармане заряжен. Он ходил, ходил, ходил. Но как-то не решился выстрелить. Второй цареубийца, прекрасно знавший Николая, друг его старшего брата Александра, блестящий герой войны 1812 года, полковник Булатов. Он тоже вызвался быть цареубийцем. У него было два пистолета в карманах заряженных. И он на протяжении двух часов стоял рядом с Николаем на расстоянии пяти метров. Вместе. Якубович даже разговаривал с Николаем. Как он потом Николай говорил Михаилу, самое удивительное, что нас обоих не застрелили в этот день. Но это действительно удивительно. Николай очень беспокоился о своей семье. Он отправил немедленно своих гвардейцев вывезти семью. Спрятать ее сначала, по-моему, в Зимнем дворце. Потом планировали увезти. Вообще расследование событий 14 декабря стало его первым делом как императора. Мы знаем с вами, что он лично участвовал почти во всех допросах ключевых. Пытался понять, разобраться, почему, как. Потом он несколько раз понизит степень наказания. Было пять приговорено к четвертованию, около ста к смертной казни. Соответственно, всем будет градус понижен, четвертование на повешение. Расстрел отменили, потому что расстрелы только на войне. Сколько они являются изменниками присяги, тогда повешены. Все, кого к смертной казни на разные сроки ссылки в Сибирь. Почти всем семьям декабрисов Николай выдал денежную помощь. Детей устраивало, если обращались за казенный счет, военное училище в кадетские корпуса, девочек в пансион. Например, Рылеев. Он даже не военный. Он был единственным женатым из пятерых повешенных. У него осталась жена и дочь. Жена ничего не знала. Написал Николаю слезное письмо с просьбой разрешить сведиться. Свидиться не разрешили, разрешили переписку. Денег у нее нет. Она получает 10 тысяч рублей лично от императора. Дочери Рылеева устраивают за казенный счет. Лучший пансион императорский. Такой же принцип был по отношению ко многим семьям. Любители Николая говорят, что он потратил больше денег на финансовую помощь семьям декабристов, чем заплатил премиальных своим офицерам и солдатам за разгон мятежа. Там тоже все получили премии. От солдата до генерала. Но очень скромно. Потому что Николай считал, что мы всего лишь выполнили свой долг. Николай вообще был экономным до части разбазаривания государственного бюджета. Например, при его царствовании за редчайшим исключением не было случаев раздаривания поместья за любые заслуги, выдачи крупных денежных премий за что-нибудь, раздачи государственных крестьян вообще ни разу никогда никому. Потому что матушка Екатерина этим занималась, Павел. Широким жестом. Всем. Нет, нет, нет. Это все казенное. Пусть останется. Под впечатлением первых допросов Николай напишет брату Михаилу. Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни. Пока я буду императором. Он повелит создать обзор всех предложений декабристов из всех письменных документов. Все, что они будут говорить на допросах. Ему составят такой большой письменный документ. Все, чего они хотели. Николай внимательно это прочитает. Будет создан так называемый комитет 6 декабря по организации будущих реформ. И вот эти предложения декабристов поступят в комитет, скажу откровенно, почти ничего не будет реализовано. Все так и умрет. Но при всем при этом нельзя сказать, что взгляды Николая на государственное устройство были такими уже примитивно реакционными. На самом деле, революцию он не любил, но вот что он говорил Маркузе де Кустину, когда тут приехал писать свою книгу о Николаевской России. За счет нашей казны, кстати сказать. «Мне понятно республика. Это способ правления ясный, честный, либо, по крайней мере, может быть таковым». Мы с вами как живущие век республик понимаем тонкость этой оговорки. «Может быть таковым». «Мне понятна абсолютная монархия, но мне совершенно непонятна эта монархия представительская, не конституционная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный. Я скорее отступлюсь до Китая, чем когда-либо на него соглашусь». Кто погубил Францию? Францию погубили адвокаты. Все эти Мирабо, Робеспьеры, Мараты. «Я пока царь, мы тут в России без адвокатов обойдемся». И вот он царь, вот он император, вот у него работа такая. Он воспринимает работу как долг, службу. И вообще надо сказать, что если не считать Петра I, то, наверное, никто из императоров российских так много, как Николай, не работал. Хотя из мужчин бездельников не было. Николай всегда жил по расписанию. У него был очень жесткий тайм-менеджмент. Он всегда вставал в 7 утра летом, зимой мог на час позже. Был очень аскетичен, как и все поздние Романовы. Спал на походной постели с лификом из соломы. Не знал ни халатов, ни ночных туфель, как вспоминали потом его окружение. Это я просто цитирую воспоминания. «Еда, щи и гречневая каша. Не курил, терпеть не мог, когда курили в его присутствии. Более того, в момент правления Николая было запрещено курение на улицах в Петербурге. Он мог, гуляя по улицам, увидеть курящих, подойти и сделать грубое замечание. Прекратите. У меня был знакомый мэр Сочи, он также запретил в Сочи курение. И когда гулял по городу, подойдет, мальчишка, отдайте сюда». Забирал на них сигареты и выбрасывал. И топтал их. На улицах нельзя курить. В 7 утра просыпался. С утра, после прогулки с пуделем гусаром, разбор бумаг. В 9 утра всегда, минута в минуту, начало официального приема докладов от министров и членов его администрации императорской. Иногда вместо приема он отправлялся в различные учреждения или изучебные заведения с проверками. Посещал их в самое неожиданное время, как правило, не уведомляя заранее. То есть ему было интересно, что происходит, когда люди не знают, что он придет, проверить, как работает то либо иное министерство. Послеобеденная прогулка, летом в коляске или кабриолете, зимой на санях, это примерно с полвторого до трех. Всегда приходил на церковные службы, всегда приходил на них вовремя, стоял от начала до конца. После прогулки, работа в кабинете, опять прием докладов, записки. Где-то около восьми, выпив чаю с семьей, мог отправиться на прогулку или сходить в театр. Театр он любил, как мы знаем. Ревизор смотрел с большим удовольствием, хлопал. После театра все укладывались спать, а Николай занимался еще делами. Разбирал бумаги, читал записки, писал инструкции. Обычно до двух-трех часов ночи. Его коммергинер вспоминал. Засну иной раз, а потом очнусь и подумаю, ой, а не пора ли государю подать одеваться? Ну, имеется в виду одеваться ко сну. Загляну, а он уже сам разделся и лежит. Иной раз слышу шорох. Смотрю, государь заметил, что я заснул на рабочем месте и на цыпочках проходит мимо меня. Трогательно. Николай не пил крепкого алкоголя никакого. Бокал вина, все. Не играл в азартные игры. Не любил охоту. Большая редкость. Считал, что это пустая трата времени. Но, опять же, много ходил пешком, много ездил верхом. По утрам делал зарядку. Очень необычную. С ружьем. Разработал такую систему, видимо, как монахи Шаолини с палкой, а он с ружьем. Колол. Бил по рекладам. Находился все время в хорошей форме. Не было живота. Стройные. Высокие. Есть разное мнение по поводу роста Николая, потому что никому не приходило в голову померить императора и в газетах об этом написать. Ну, вот оценочные две версии. Одна 2 метра, но более реалистичная 1,89-1,90. Высокого роста. Как и все Романовы после Павла, исключая Николая II. Они все были где-то 1,90 плюс. Известна сентенция его братья Александре, который всю жизнь провел в дороге. Кочующий деспот, как его обзывал Пушкин. Но она не менее справедливая по отношению к Николаю. Он регулярно ездил осматривать регионы. Провел в дороге огромное количество времени. Поэтому дороги для Николая не были абстрактным понятием. Его стремительное передвижение поражало соотечественников. Рассчитывался маршрут движения государя, в какой день, который час, куда он должен прибыть. Вот он всегда этот маршрут опережал. Очень этим гордился. Загонял буквально лошадей. И именно при Николае началось масштабное строительство дорог. Сложно себе представить, но в Российской империи дороги были такими. Наитивными. Строились не по системе. Как получится. Николай ввел так называемый английский стандарт. Два слоя щебня. 65 и 15 сантиметров. Между ними грунт. Сверху утрамбовать. Вот такие более-менее твердого покрытия дороги появились только при Николае I в России. И если мы возьмем общую протяженность шоссейных дорог в России за сто процентов, половина из них была построена при Николае до семнадцатого года. За все последующие годы построили всего лишь столько же. Его интересовало все. Он осматривал больницы, тюрьмы, склады, учебные заведения. Лично контролировал застройку городов. Вносил изменения в планы. Но все-таки инженер. Руководил реконструкцией строительством крепостей. Вся охровая архитектура, эти желто-белые дворцы – это все Николаевская архитектура. Исаакиевский собор – это Николаевская архитектура. Храм Христа Спасителя в Москве – это Николаевская архитектура. Он ценил и любил талантливых архитекторов. Помогал им, приближал. Очень много занимался строительством учреждений культуры, как бы сейчас сказали. Много театров было построено при Николае. Наш город, наша страна в этом отношении тоже очень много обязана тому времени. Нельзя сказать, что его окружали какие-то помощники-губоломы. Нет. Он приблизил много либерально-мыслящих людей. Он Спиранского вернул, поручил ему составление законов. Он Кочубея вернул, который был членом негласного комитета при Александре. Самым великим либералом на протяжении всего царства Николая был граф Киселев, который провел громадную реформу государственных крестьян. Команда у него, надо сказать, была довольно прогрессивной. Не могу не сказать несколько слов по поводу холеры. Тем более вокруг памятника Николая холера один из четырех барельефов. Холера началась в 1730 году. Это первая эпидемия холеры в нашей истории. Пришла из Индии. Скажем откровенно, что холера тогда это не ковид сегодня. Это дикая смертность. Была чума в екатерининские времена в Москве. Хотя бы она была локализована. Холера – национальная эпидемия по всей стране. Причина холеры была неизвестна. Не понимали, что холера идет через воду. Поэтому единственным способом был карантин. Помните, пушкинский карантин во время холеры. Второе – окуривание. Считалось, что если при чуме помогает вот этот дым, то и при холере может быть поможет. Поэтому жгли огромное количество костров. Собирали листья, собирали дрова. Везде все горело. Уксус. Все протирали уксусом либо хлорной известью. Лицо, руки, одежду, мебель, животных. На что хватало – все протирали уксусом. Вот, собственно, и все. Поскольку это все не очень помогало, и врачи лечили по наитию, естественно, холерные мятежи, холерные бунты. Больницы громили, врачей убивали, карантин нарушали. Здесь же в Петербурге, на Сенной площади, добралась огромная толпа, известный эпизод. Несколько тысяч человек, которые собрались пойти громить очередную холерную больницу открытую. Ну, понятно, чем бы это закончилось. Перебили бы всех врачей и освободили бы заключенных в этой больнице больных. Николай приехал лично на Сенной площадь, вошел в толпу, известный эпизод, он довольно романтизированный, но, тем не менее, залез на коляску и сказал, «Я ваш государь, вы что творите? Вы что, французы? Или вы поляки? Вы собираетесь кровь проливать?» Ну, имелось в виду все революционные выступления того времени в Польше. Я обещаю вам, что врачи все делают правильно. «Если они просят вас выпить какое-то лекарство, пейте». Чем? Ну, лекарства не было. «Чем вы там поете от холеры? Дайте мне». Вы дали какую-то мензурку, он тут же на глазах у всех выпил. Публичная прививка. Толпа повалила на колени первые ряды, Николай спустился с коляской, подошел к какому-то первому мужику, обнял его и поцеловал. Толпа разошлась. Тогда же он поехал в Москву, там тоже были холерные больницы, он посещал больных, следил за карантином, налаживал снабжение, учреждали приюты для сирот, которых тогда сотнями и тысячами в Москве появлялись. Несколько людей умерло от холеры в самом ближнем окружении Николая. Николай сам заболел холерой, но в легкой форме, крепкий организм. Легко достаточно перенес. Государственное управление. Реформировал как мог, любил порядок. Главное достижение – это Спиранский, кодификация законов, впервые проведенная в нашей истории. Когда Спиранский закончил эту работу, его произвели в графу Российской империи, напомню, что до этого он был вообще-то в ссылке. Долгое время. Сделал его Николай кавалером ордена Андрея Петровозванного, высшего ордена империи. Причем, как сделал, по присутствию всего двора, подошел к Спиранскому, снял голубую орденскую ленту с себя и одел на Спиранского. Боролся с мздоимством и воровством, как все и всегда, безуспешно. Как мы помним, обращаясь к старшему сыну, наследнику Александру, как-то сказал ему, ты знаешь, Саша, похоже, во всей империи не ворует только два человека. Ты да я. Поэтому ему так нравился ревизор. Кстати сказать, ревизор шел в Александринском театре с триумфом и аншлагами, а в ряде регионов был запрещен губернаторами. Смешно, да. В Иркутске, на Урале. А в Москве шел. Рассказывает интересный эпизод. Очень быстро носился со своими инспекциями, поездками по регионам. Ему приносили ведомости о упавших лошадях, что лошадей загоняли. Мы сейчас это считаем дикостью, а тогда, в общем, это считалось нормой. Лошадь не выдержал. Вот он обратил внимание, что как-то много лошадей теряется. И в следующий раз, когда поехал по тому же маршалу, по-моему, в Варшаву, он каждый раз, когда лошадей меняли, выходил из кареты и считал. Насчитал, пало 9 лошадей за дорогу. Приносят отчет сотня. Он говорит, как 100? Куда дели 90 лошадей? Государь, все пали, надо списать. Он назначил комиссию разбирательства, получил отчет. Отчет был такой. Государь, не все лошади падают сразу. Некоторые потом постоят, постоят, день другой. А так обессилели, так и умирают. А вы уже уехали. И не видели. Ну, поскольку, видимо, это была такая система в управлении делами у него, где все были замазаны, было 20 подписей. Да? Вот что делается? Про православие, садебержавие и народность я обещал вам не рассказывать. Скажу только то, что это никогда не считалось никакой официальной теорией. Это была обсуждаемая тема, которую выдвинул министр народного просвещения Уваров. Но никакой официально принятой идеологии, как в Советском Союзе, при Николае, конечно, не было совсем. По экономике буквально пару слов. Поддержка промышленности поддерживал. Были госсубсидии для промышленности, были льготы по налогам для производства. Была очень хорошая финансовая реформа, которую так и называли реформой Конкрена. Конкрин – министр финансов на протяжении 20-ти лет Николаевского царствования. Тоже очень прогрессивный, либеральный человек. Он поборол бешенную инфляцию тогда после войны 1812 года. Как затыкали все дыры? Деньги печатали. Просто печатали деньги. В огромных количествах. Поэтому рост цен, инфляции чудовищные. По тем временам чудовищные. Для нас это сейчас ерунда. Серебряный рубль был введен. Все было привязано к серебряному рублю. Большая часть сделок в серебряный рубль. Бумажные деньги перепривязывались опять же к серебряному рублю, как к доллару после Второй мировой войны. С дефицитом бюджетным было покончено. Мы все знаем про реформу Витте – золотой рубль. Что-то слышали про золотой червонец, который был в советской власти в 20-е годы. Естественно, бреттон-руцкая система с долларом для нас идеальная, которая существовала. Привязка доллара к золоту. Прямая с 45-го по начало 70-х. Потом его отвязали. Сейчас доллар вообще ничего не стоит. Стоимость доллара никак не связана со стоимостью товаров. Только вопрос доверия. Но первая подобная реформа в нашей стране была сделана при Николаеве. Привязали только не золото, а к серебру. Развитие промышленности при Николае, как инженере, безусловно, все, чему он может помочь, он помогает. Появляется телеграф. Телеграф вообще изобрели у нас. Конкретно его изобрел Павел Шиллинг, такой ученый. Изобрели у нас, а построили в Европе. Как всегда, у нас проблемы с внедрением изобретения. Телеграф, железные дороги, паровозы отечественные, дилижансы. Первый вид общественного транспорта на конях. Сахарная промышленность появляется только при Николае. До этого весь сахар завозной. Спички перестают быть импортным товаром. В Петербурге строили три отеля в год. Это было невиданно совершенно. Эта хорика просто процветала. Появились ресторации, кафе, отели. Кстати сказать, телеграф тоже был тогда совершеннейшей инновацией. Сообщение страницу текста проходило за час. Это была немыслимая скорость передачи информации. За час передавалась страница текста из Москвы в Варшаву, в Вену, либо в Париж. В целом мы, конечно, отставали от Европы по промышленному производству. Например, если после Петра мы были главным экспортером металла. При Николае мы стали импортером металла. Главным экспортером стала Англия. Она нас сильно опережала в темпы промышленного роста. Но этому есть несколько объяснений, честно говоря. Не хочу погружаться в детали. Производительные силы производственные отношения. Ну, во-первых, уголь. Раньше на дереве плавили. Древесины. Древесины в Англии не было. А у нас много. Поэтому наши заводы, наши печи работали на дереве. Потом технологии из Мили стали на угле. И тут английская промышленность резко пошла вверх. Сразу же. Плюс в Англии большое количество денег, потому что там начали везти все из колоний. Началось в британской исторической науке официальный термин. Есть такой, называется разграбление Бенгалии. Это у нас такая империя ненормальная. Мы все время датируем наши провинции, регионы. Чуть присоединим к себе и начинаем наши деньги вливать сразу. Строить, восстанавливать. А для Саксов в этом отношении люди более практичные. Они присоединяются к себе и сразу выкачивают оттуда все, что можно. Вот по оценкам британских же ученых-историков, британских не нас, за первые 15 лет после присоединения Индии было вывезено финансовых средств из Индии в тех ценах на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов. Это триллион долларов сегодня. Почитайте, кто не верит, «Лунный камень», «Уилки Коллинз». Почитайте, там все написано, как это все делалось. Все равно мало было. Все равно Англия, конечно, и Франция нас опережали. Но из хорошего что появилось? Клопчатобумажная промышленность. Государство не лезло своим регулированием, не мешало людям работать. Тканевое производство в России потом просто расцветет невероятно. Заложено при Николае было. Сахарные заводы при Николае. Кстати, знаете, кто был самым главным разработчиком, инноватором в области сахарного производства? Внук Екатерины, граф Бобринский. Стал очень современным мыслящим предпринимателем. И он, собственно, построил в Малороссии целую сеть заводов. Завозил оборудование в огромных количествах из Европы. Завозил инженеров. Развивал технологии. Что-то даже изобретал. И выработка сахара из свеклы – это, собственно, технология Бобринских. Создавались мануфактурные советы. Николай финансировал за счет казны участие во всех всемирных промышленных выставках. Посещал выставки, которые проводились в империи. Знакомился с экспонатами. Все, что касается техники, его очень интересовало. Кстати сказать, мало кто знает, что именно при Николае были приняты первое трудовое законодательство в России. По закону хозяин обязывался заключать с работниками письменный договор о найме. Выдавать работникам расчетные листы, по которым рассчитывалось его жалование. Должен был иметь книгу для записи расчетов с рабочими. А при увольнении немыслимой новеллы по тем временам работодатель должен был предупредить своего работника не менее чем за две недели. Все как сегодня. Это, кстати, 1835 год. Пушкин еще жив. Тогда же был принят закон о запрете труда малолетних на ночных работах. Нам-то кажется, вообще не плохо, когда малолетние работают, тем более на фабриках. В те времена-то это вообще в порядке вещей. Диккенса почитаете, труд малолетних в шахтах угольных где-нибудь в Британии. А тут первое в Европе ограничение. Ночью малолетним нельзя на заводе работать. Железные дороги. Мы не первые. Николай подсмотрел у англичан, но англичане сами относились к этому очень недоверчиво. Мы же помним с вами, что когда первый поезд пошел в Англию, то газеты писали на полном серьезе, что ничего не получится. И даже если технически это будет работать, данный вид передвижения не может иметь никакого практического применения. Поскольку любой врач дипломированный вам скажет, что при движении с такой колоссальной скоростью человек будет терять сознание, его будет тошнить, и скорее всего он неизбежно просто сойдет с ума. Поэтому относились к этим европейским новинкам во всех странах так очень осторожно. У нас просто относились как к блаже. Николай, в общем-то, даже, можно сказать, настаивал на строительстве железных дорог. И вот первая дорога известная Царскосельская, 1837 год, едет первый состав, 8 вагонов, довольно большой. Ну а потом строится уже большая Николаевская железная дорога, Москва-Петербург, которая на тот момент является самой длинной дорогой в мире. В мире 650 километров, двухпутная, таких дорог в мире нет. Через некоторое время появится намного большая дорога в Соединенных Штатах, трансконтинентальной. Кстати, стоит она намного дешевле, чем Николаевская. Николаевская стоила страшных денег. Никто даже не мог посчитать, в конце концов, сколько она стоила. Николай отшучивался, когда отвечал за железные дороги тот самый Клин Михель, которого якобы Николаевские детей записывали, он был заодно еще и министром путей сообщения. И когда Николая спрашивали, в итоге сколько стоило? Он говорил, про это знает только Господь Бог и Клин Михель. Я не знаю, говорит, дорого, дорого. Беда только в том, что на этом у нас остановилось строительство тогда. После Николаевской дороги начали еще строить дорогу в Варшаву, но не достроили. И начали строить дорогу международную, Варшава-Венгрия, но тоже не успели достроить. Для сравнения к этому моменту уже и в Англии, и во Франции, сеть железных дорог была намного больше. В Англии просто на порядок больше. Они были не такие масштабные, они были однопутные, но их было много. И это было очень важно для снабжения. Это все нам окнется во время Крымской войны, когда мы просто не сможем снабжать армию нормально. Севастополь же был не блокирован. То, чтобы к нему был свободный, мы могли его снабжать. Он не был окружен. Но доставлять амуницию, обмундирование, резервы, мобилизованные, рекрутские, из центральной России в Севастополь было дольше по времени, чем из Англии и Франции. Пусть все представили. Все это не работало. Пароходное сообщение. Пароходы тоже при Николаеве. Первые пароходы появились чуть раньше, но это была экзотика невероятная. У Аракчеева был пароход. Тоже большой сторонний технических новинок. А системное производство, эксплуатация пароходов. На Волге, на Днепре, Волхове, Неве, на всех важнейших озерах. Ладожском, Онежском, даже на Байкале. Все это пароходное сообщение, это при Николае. Кстати, у нас стали и строить пароходы. Появились пароходные заводы. Пароходов строилось намного больше, чем судов сейчас. Только в одном Волгском бассейне 350 пароходов было. Кихолков, когда снимал «Солнечный удар», остался найти пароход действующим. Не нашел ни одного. В итоге вот этот пароход весь, помните там эту сцену? Это все снималось в Женеве, на Женевском музее. У нас пароходов не осталось. О людях немного. Вариант было при Николаеве по-прежнему не так много. Примерно 1% населения. Но из них треть – это дворяне не потомственные, а служилые, которые дослужились до этого, но детям дворянство не перейдет. Но Николай пытался все-таки этот слой сделать более замкнутой кастой. И если раньше, например, при Петре I чине, при 14-м классе, при звании прапорщика уже получал потомственное дворянство человека, то при Николае потомственное дворянство начиналось только с 8-го класса. Это созвание майора. До майора только личное. Потом личное подняли. С 9-го класса личное. С 8-го с майора, соответственно, потомственное. На гражданской службе и того сложнее. Потомственным дворянином можно было стать только достигнув 5-го класса. Это статский советник Ираст Петрович Фондорин. Он уже получал потомственное дворянство. Если перейти в армию, то это выше полковника, но ниже генерала. Пытались как могли помогать дворянам. Выдавали даже бесплатные государственные земли. Если дворянин хотел и имел средства и желание заняться земледелием где-то там в Курганской области, на Урале, он мог ходатайствовать и получить от государства бесплатную землю, переехать, но там дальше уже сам обосновываться. Ну, тогда бы он был не дворянином, а предпринимателем. Таких у нас, к сожалению, было мало. Появилась еще одна новая категория при Николае – почетные граждане. Это не то, что сейчас почетный гражданин Петербурга. Очень мало. А тогда это социальный слой, который пытался создать Николай. Не обычные мещане, проживающие в городах, а мещане, имеющие большой набор личных прав. И этот статус передавался по наследству. Им очень гордились. Иногда иностранцам его вручали за какие-то заслуги. Например, почетные граждане освобождали от рекруской повинности, от некоторых налогов. Давало это право избираться на разного рода общественные должности. И освобождали от телесных наказаний. Это не было какой-то дикостью. Это была общая практика в правовой системе всех государств о мира. Были разные виды наказания за разные преступления. Не считая смертной казни. Смертной казни, кстати, при Николае не было. Считается, что при Николае повесили только к террике к обрисок и все. Но это не совсем так. Было еще несколько расстрелянных военными судами во время восстания в Польше. Но при Николае была другая жестокая история. Поскольку одним из видов наказания была порка либо прогон сквозь строй для солдат, то суд прекрасно знал, сколько ударов способен мужчина вынести. После какого количества ударов средний организм становится инвалидом, а после какого выжить невозможно. Поэтому, когда присуждали, например, 6 тысяч плетей или 6 тысяч палочных ударов, это было хуже, чем смертный приговор, потому что не выживали. Это были редкие, нечастые случаи. Хотя официально смертная казнь не применялась вообще. Так вот, освобождение от телесных наказаний – это, опять же, не знак того, что у нас какая-то была дикая страна. Да во всех странах будут телесные наказания. В английской системе образования телесные наказания были запрещены в послевоенные годы. А в частных школах недавно, двухтысячные, дворянство освободили от телесных наказаний еще при Петре III. Вообще в стародавние времена тогда начались непоротые поколения. Декабристы оттуда. Вот Николай освобождал тоже поэтапно от телесных наказаний. Были освобождены, к чему я все это рассказываю, почетные граждане. Потом были вообще все мещане, все городские жители. То есть такое наказание суд применить не мог. Посылку мог, тюрьму мог, штраф денежный мог. Телесное наказание применить не мог. Затем были освобождены все образованные слои. То есть закончил гимназию, все, телесное наказание нельзя. Но что самое интересное, литераторы. То есть вы заявляли, что вы литератор? Нельзя. Чего бы вы такое не напакостили? Нельзя. Крепостное право. Все время об этом говорил. Что это зло, это аморально, это богопротивно, это экономически плохо, потому что это неэффективные хозяйства. Все это Николай понимал. Не решился. Мы когда говорим об убийстве его отца Павла, любим порассуждать на тему английского заговора, английский след. Есть, например, теория, что Павел тоже вынашивал какие-то планы по этапному отмену крепостного права. И нобилитет-то понимал, чем это все закончилось. А жить на что? Представьте себе, что все люди, принимающие решения, и все, кто держит в руках оружие, так либо иначе кормятся от крепостного права. Николай говорил своему сыну, это зло. Но прикасаться к нему сегодня – дело для нас еще более гибельное. Ты во всем дворце не найдешь и десяти человек, которые согласятся с его отменой. Имелось в виду во всем окружении. Поместья могут быть заложенные, перезаложенные. Работать там могут по барщине, либо по обру. Но это источник денег. Потому что на жалованье жить можно было только очень-очень скромным образом. Очень-очень тяжело. Поэтому сломить эту систему не решались. Но не надо думать, что вот один процент дворян, там, скажем, десять процент горожан, и всех остальных вместе взятых – горожан, духовенство. А 90 процентов – крепостных крестьян. Не так. Во-первых, количество крепостных крестьян при Николае сокращалось. Было много принято всякого рода актов, которые вели к сокращению числа крепостных крестьян и переходу их в иные сословия. Государственные крестьяне. Право выкупаться. Например, имение продается с долгов. И крестьянин, если у него есть деньги, мог выкупить себя тоже, пользуясь случаем, на свободу. Это всячески стимулировалось. Из этих 90 процентов большинство – это государственные крестьяне. Что государственные крестьяне? Это, по сути, арендатор. Это лично свободный человек. Хочет – пошел, занялся купеческой деятельностью. Хочет – отдал своих детей в гимназию, даже в университет. Он свободен идти куда хочет. И только меньшинство – это крепостные крестьяне. Вот если раньше за 30 верст отошел, ты преступник, ты беглый. При Николае уже не так. Масса крестьян занималась отхожим промыслом, бизнесом, куда-то там ездили, что-то делали. Декюстин обращал внимание, что многие крестьяне их нет на месте. Они только летом. А как октябрь, он куда-то уезжает. Если он хочет работать, он работу себе найдет в городе. Кто-то там паркетом занимается, кто-то дома строит. Отхожие промыслы. У кого-то мастерские. То есть тут очень сложно все. У них не было ощущения вот таких рабов. Он не просыпался с мыслью «я раб, я хочу цепи разорвать, хозяина убить». Что в своей жизни поменять? Все гораздо сложнее было. Даже декабристы декларировали свободу, а планов, как это осуществить, точно их не было. Это русская правда, конституция Муравьева. Там все очень теворечиво. Декабрист известный Якушкин, прапрапрапрапрадед пресс-секретаря Ельцина Дмитрия Якушкина, помните, был? Вот Якушкин приехал из ограниченного похода, весь такой молодой, красивый, из Парижа, офицер. Насмотрелся на все эти красоты, на Европу свободную. В имение приехал, собрал всех крестьян. Значит так, я вас освобождаю всех. Человек рожден свободный. Что хотите, то делайте. Кто хочет работать ко мне, обращайтесь. Вот управляющие. Записывайтесь. Будете мне платить аренду. Я властвовать вами не буду. Церковь свободна по посещению моя барская. Крестьяне послушали. Говорят, барин, спасибо. А земля? Говорят, земля у меня от отца. Я землю вам отдать не могу. От отца к деду. А дед сложил голову у Петра. За что ему и даровали поместье. Хотите? Арендуйте. Платите. Договоримся. И они жадны. Сторгуемся. А крестьяне были на барщине. А почем арендовать? С кем торговаться будем по земле? С этим управляющим? Не, мы с ним торговаться не будем. Мы его знаем. Барин, давай по-старому. Мы ваши, а земля наша. Мы два дня на тебя как-нибудь поработаем. Поэтому все сложнее было. Не решился Николай на отмену крепостного права. Восемь секретных комитетов было создано по отмене крепостного права. Восемь. Один за другим. Разрабатывали проекты. Так освободить. Этак освободить. А может вот так вот. Александр провел эксперимент старший брата. Отмил крепостное право в Прибалтике. Что получилось? Их освободили без земли. Думаете, они стали арендаторами? Они не договорились. У них, во-первых, нет денег платить аренду. У них капитала, они это гарантируют. Это что-то сложно. Они батраками стали. Стали батрачить за зарплату. На той же громадной латифундию. Постзейского барона. Они там в основном лютеранит Прибалтике. Десятки тысяч крестьян после освобождения Прибалтики принимали православие и говорили, мы хотим хоть в казачество переехать. Хоть на крайний север. Хоть на Камчатку. Вы нам дайте землю. Запишите нас или в государственные крестьяне, или хоть в крепостные какому-нибудь доброму барину, но я уже батрачить больше не могу здесь. Вот к чему привело такое освобождение без земли. Поэтому секретные комитеты думали, думали, но ничего толком не придумали. И решил Николай это просто отложить. Может, как-то рассосется. Следующими поколениями. Киселев проводил реформу государственных крестьян. Что-то у него потихоньку получалось. Увестное самоуправление вел. Вот эта знаменитая община, которую потом Столыпин разрушал. Она главным образом появилась при Киселеве. Общинное самоуправление. Но зато Николай ничего не боялся. Он ведь не только по утрам гулял с собачкой по дворцовой набережной. Николай вообще был последний император, который гулял по городу один. Максимум сопровождения офицера. Потому что с кем-то поговорить можно было. История знает массу случаев, когда он мог подойти, например, к разношатающимся военнослужащим попросить, а вы что здесь делаете? Увольнительные документы покажите. Где служите? Почему не по форме одеты? Как-то заметил двух пьяных матросов. Матросы стали от него убегать. Он побежал за ними. Матросы спрятались в кабаке. Николай ворвался в кабак. Поймал двух пьяных в дупель совершенно матросов. Вытащил их за шиворот обоих. Потащил, сдал патрулю. Я не буду говорить о национальном вопросе. Тут можно очень долго рассуждать и про польский вопрос, и про башкирский вопрос. Николай пытался решить еврейский вопрос. Не было еврейского вопроса, был иудейский вопрос. Для понимания евреи, они же иудеи тогда практически все, это третья национальность в стране. Первая русские. Вторая. Ну, русские это все. Русские, малорусы, белорусы, все русские. Поляки. Третьи евреи. Татары как-то считали, я не знаю, но их считал, что меньше евреев. Евреев было 2 миллиона. Татар было меньше. Ну, что с ними надо делать? Потому что они живут сами по себе, общинами. У них какое-то странное местное самоуправление, которое не укладывается в общую систему. Налоги они толком не платят. Занимаются за чертой оседлости тоже непонятно чем. Главным образом торговля, винная ткупа, алкоголь продают. Все им денег должны. Нет, чтобы сельским хозяйством заниматься. Не хотят. В армии не служат. В декабре это не по-простому. План Пестеля предполагал русская правда, о чем никто не говорит. Всех евреев посадить на землю и заставить работать в сельском хозяйстве. А кто не хочет, выдать им казачью охрану и отправить в Палестину. Сопорожение казаков. Пусть там создают свое государство. Это русская правда Пестеля. Николай решил более либерально подойти. Если иудей принял православие, либо любую другую христианскую конфессию, то уже не распространяется ни черта оседлась, ни те ограничения. Но если он остается в иудейском вероисповедании, то тогда надо, чтобы он чем-то занялся полезным. Им выдавали земли в большом количестве, бесплатно. В основном в Херсонской губернии. И говорили, занимайтесь, трудитесь. Статус таких вольных хлебопашцев. Получалось не очень. Потому что все-таки это определенная культура должна быть поколенническая. Когда человек всю жизнь занимался торговлей либо каким-то мелким ремеслом, не говоря уже про ростовщичество, тяжело переключиться на сельское хозяйство. Тем более там шаббат, соответственно, субботы уже не работают, коровы не доины стоят. Подростковый труд тоже евреи не использовали. Большинство этих хозяйств разорялось. Кое-какие занимались довольно успешно сельским хозяйством и даже бизнесом, как, например, предки Льва Давыдовича Троцкого, Бронштейна, захарозаводчики. Как раз из этих херсонских переселенцев, у которых все получилось. Но не у всех получалось. В армии не хотят служить. Что делать? Распространить на них рекрутскую повинность? Но Николай решил пойти так. Сначала создали для них особые суворовские училища. Назывались они школы кантонистов. Будем туда брать еврейских мальчиков 12-летних. Там постепенно приучать их к вере православной, к чтению, к русскому языку, оденем их в форму. И, возможно, из них со временем воспитаются хорошие офицеры, рекруты и солдаты. И все будет хорошо. Получалось, опять же, не очень. Родители не хотели в армию детей отдавать. Раз. Начался массовый киднеппинг. То есть воровали еврейских детей у бедных семей и от себя сдавали в школу кантонистов. Как всегда у нас, если бы они были материально правильно обеспечены, хорошо кормили, хорошо учили, это было бы, наверное, здорово. Такими у нас были кадетские корпуса императорские, такими у нас был какой-нибудь шелихиадский корпус или пажеский. А кантонисты были по остаточному принципу. Поэтому все там было плохо. Дети там болели. Поэтому, в общем-то, ничего хорошего из этого, к сожалению, у Николая не получилось. Хотя родилась масса анекдотов потом на эту тему. Кантонистских офицеров и солдат. Идет Николай с пуделем по дворцовой набережной. Стоит на посту какой-то унтер-офицеров. Там как раз Пасха. Он говорит Николаем, Христос воскресе. Тут его отвечает, никак нет, Ваше Величество. Это неправда. Казалось, иудей. Мне кажется, будет неправильно не сказать о смерти Николая. Он умер в ужасную педерскую погоду. Февраль-март 1955 года. По разному стилю. Простудился сначала. Причем он почти ничем не болел. Но последний год находился в страшной депрессии. Сначала умер его брат Михаил. Любимец семьи. Остряк Балагур. Тень. Человек, которому полностью Николай доверял. Михаил умер. Совсем молодым. В 1949 году, по-моему. Вряд после этого Николай сразу посидел. Еще более полысел. Осунулся и постарел. Остался один. Потом начнется Крымская война. И ничего не получается. Ничего не выходит. Он все больше и больше погружался в депрессию. Пошел провожать войска перед отправкой на фронт. Смотр. Обожал все эти смотры. Парады. По уставу положено принимать парад в мундире. В январе 1955 года. Без шинели. Без теплого шарфа. Фуражки. И в мундире. Простудился. Грипп на ногах. Ходил, кашлял. Хуже и хуже и хуже. Температура. Императоры и офицеры не болеют. Поэтому это ерунда. Мужчина гриппа не боится. Через две недели новая отправка войск на фронт. Опять построение. Опять ему говорят, вам лежать надо. Лежать. Лежачий режим. Пейте чай с малиной. Нет, 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 нет. Опять в мундире. На улице минус 22. Вот. Он не на улице принимал. По-моему, в манеже. В каком закрытом помещении. Отопления не было. На улице минус 22. Там, наверное, минус 12. Минус 15. Стоял пару часов. Вернулся. Началось страшное воспаление легких. В рентгенах тогда не было. Описательное воспаление легких. То есть мокрота, кровь, затрудненное дыхание, еле дышит. Промучился еще несколько дней. Вызвал врача к себе. Сколько мне осталось? Спросил. Врач послушал. Судя по признакам, несколько часов, государь. Оденьте меня. Встал с кровати. У него была походная кровать, челесная такая. Складная. Одел гвардейский мундир. Сапоги. Лег обратно на кровать. Укрылся с шинелью, потому что страшно озноб. И вот так с шинелью и скончался. Пригласил к себе перед смертью попрощаться с жену, детей. Так офицером в военной форме и умер. В завещании он написал, я процитирую. «Я был человеком со слабостями. Старался исправиться. В одном я успевал, а в другом нет. Прошу искренне меня за это простить». Похоже на Бориса Ельцина последнее обращение. Ну, с той лишь разницей, что, когда Николай, Европа трепетала. Страна увеличилась существенно. Много всяких земель собрал вокруг нас. Как говорят, достиг пика геополитического влияния. Ну, а многого, наверное, действительно не смог. Не смог, потому что думал, что все можно контролировать самому. Думал, что он лучше всех знает, что ему нужны просто толковые исполнители. Если они будут правильно и честно вести дело, то все получится. Что инициатива человеческая – это дело вторичное. На что-то не решался. С какими-то реформами затягивал. Хотел как лучше. Работал больше всех. 18 часов в день. Средний рабочий день императора. Выходных не было. На этом мы тоже должны его простить, если что-то не получилось. По крайней мере, помнить не как Николая Палкина, душителя Пушкина. Пушкин, кстати, относился к нему с огромным уважением. А Николай, как мы знаем, после смерти закрыл за Пушкина все долги и материально обеспечил всю его семью и детей. Надо пытаться в истории относиться к ее деятелям с пониманием. Я каждый раз говорю, что хорошо относиться к тем либо иным нашим правителям. Куже относиться. Но не надо думать, что они просыпались с утра и думали, как бы еще напакостить своему народу. Кого бы еще побить палками? Кого бы еще повесить и растерзать? Нет, конечно. Он просыпался в 7 утра и думал, что я могу еще сделать хорошего для того народа, которым я не хотел править, от чего я всячески отказывался. Но вот Господь так меня заставил, и я буду свой долг исполнять. И вот я вчера ночью опять же к этому памятнику подошел на Исаакиевской площади. Мне кажется, плохо сделали, что в 92-м году восстановили этот забор. Не призывая его убирать, стоит и стоит, но неправильно памятники огораживать забором. Подойти нельзя, цветы возложить нельзя. Перелезешь через забор, ты хулиган, там тебя милиция арестует. Зачем? Памятник существует для того, чтобы мы могли как-то выразить к этим людям отношения. Уважение свое, почтение, память. Можно было к этому памятнику подойти, потрогать его. Мы этими заборами только отделяем от себя реальных живых людей, которые делали нашу историю. Поэтому, когда не будет заборов между нами и памятниками, может быть, мы станем свою историю понимать чуть-чуть получше. Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей с ним за последнее время огромной переменой. Вид у него был подавленный. «Страдание сбороздило морщины его лица, но никогда он не был так красив. Надменное и жестокое выражение смягчилось. Крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной статуи». Так романтично описывала дочь нашего выдающегося поэта Федора Тютчева, Анна Тютчева, Николая I в первые месяцы Крымской войны. Анна Тютчева служила при дворе в качестве фрейлины цесаревны Марии, супруги будущего императора Александра II, и оставила очень интересные воспоминания о своей жизни, о нравах при дворе. Причем она относилась к Николаю достаточно критически. Но, тем не менее, у императора Николая I были ярко-синие, темно-темно-голубые глаза. Вероятно, это была фамильная черта Романовых, потому что такие же синие глаза были у его брата Константина, польского наместника, и у его сына Александра, будущего императора Александра II. В обществе существовало мнение, что никто не мог долго выдержать прямой взгляд Николая. Да ему самому нравилось изображать такого Василиска, который буквально зомбирует своим неподвижным взглядом. Он любил, особенно строго спрашивая со своих подданных, пристально смотреть в глаза. Взгляд был тяжелый. Чувствовали себя подданные неловко. Тем не менее, надо отметить, что хоть Николай и нагонял на себя такой подчеркнуто строгий вид, в расслабленном состоянии, он, безусловно, обладал определенным обаянием и умением действительно воздействовать на окружающих. Я приведу слова известного ненавистника России и всего Николаевского режима, участника польского восстания 1830 года, впоследствии эмигрировавшего из империи, некого Чайковского. Специально привожу слова человека, который Николая терпеть не мог. Так вот, кавычки открываются. «Должен сознаться, что ни один человек на свете не произвел на меня большего впечатления, чем император. Он был в то время во всем цвете, красоты и царственного величия. По росту, осанке, выражению лица он казался владыкой мира. Лицо его было загорело, и только лоб, прикрытый козырьком каски, был бел. В нем было какое-то обаяние и величие». Николай очень любил носить свою фирменную военную каску. Вот она, специально захватил ее с собой в студию. Вы часто можете видеть Николая на портретах такой армейской каски. Вообще, эта каска, которая считается фирменным головным убором германской армии. Сначала прусской, а потом германской, вплоть до Первой мировой войны. Но на самом деле яркий пример того, как русское изобретение прижилось на иностранные почвы. Весь дизайн этого головного убора был придуман Николаем самим. Вместе с придворным художником. Они рисовали ее вдвоем. И постепенно переодели из вот этих традиционных, помните, времен Бородинской битвы, наполеоновских войн, киверов. Переодели всю русскую армию, начиная с гвардии. Это не металл, это очень прочная кожа. Металлические элементы герб. По гербу, по его цвету, определялась воинская часть, отчасти даже звание. Герб мог быть золотой, а мог быть серебряный. Сверху такой вот шишак в форме гренады или гранаты сверху. Эту гранату можно было открутить и на параде воткнуть красивые перья. Еще выше и торжественнее. Ремешок. Он расстегивался. У кавалеристов крепилось здесь, чтобы кашетка не слетела. И два козырька. Очень удобно спереди и сзади, чтобы вода не заливалась. Заворотник в походе. Николай сам постоянно носил такую каску. Здесь вот такие еще два интересных есть отверстия. Если шишак повернуть, то получаются две дырочки и голова не потеет. Проветривается. Все очень технологично. И зараз же император Николай инженер. Изобретя эту каску, Николай подарил опытный образец прусскому принцу Карлу. Карлу так понравилось, что он молниеносно переодел в эти каски всю прусскую будущую германскую армию. У нас тоже они появились постепенно в армии. Были там массово до времен Александра III отдельные части, как дань традиции. Даже носили на парадах подобного рода каски вплоть до времен Первой мировой войны и революции 1917 года. От этого козырька у Николая и был незагорелый белый лоб. Рост Николая есть разные данные историков. Одни говорят, что он был ростом с Петра I, то есть выше двух метров. Другие, что у него рост был 189 сантиметров. Я не поленился. В перерыве между нашими лекциями порылся к первоисточниках. Все-таки правы те, кто говорят, что он был пониже Петра. То есть высокого роста, но не настолько. 189 сантиметров. Оказывается, его абсолютно точный рост известен именно благодаря его собственному признанию. Как-то раз в разговоре с актером Каратыгиным, который играл в театре роль Петра I, Николай сказал ему, ты брат совершеннейший Петр Великий. Нет, государь, ответил актер, он был выше меня. У Петра был рост 2 аршина 14 вершков, а в тебе поинтересовался царь, а во мне только 12 вершков. Тогда Николай I померился ростом с Каратыгином и сказал, да, но все-таки ты выше меня. Вот у меня получается только 10,5 вершков. Я переведу всю эту старинную метрическую систему на современную. 2 аршина и 10,5 вершков – это ровно 189 сантиметров. Это очень подтянутый, спортивный и физически сильный человек, который поддерживал военную выправку и прекрасную физическую форму на протяжении всей своей жизни. Как я вам уже рассказывал, его традиционная утренняя зарядка – это набор разработанных им специальных военных упражнений с ружьем, довольно тяжелым. Однажды в разговоре с императором, его министр, самый либеральный министр императорского правительства, граф Киселев, похвастался, что он очень любит играть в кегли, и кегли полезны для здоровья. Мы понимаем с вами, что это не современные кегли. Тогда никаких кегельбанов автоматических не было. Палку бросил, кегли избил, дальше сам побежал ставить их назад. То есть, это такая игра. Активная. Ходишь вперед-назад, постоянно расставляя что-то похожее на городки. Поэтому эстетика фильма «Беглибовский» была игра в Киселеву непонятна. Это все-таки активная игра. Но, тем не менее, Николай все равно сказал, что это какое-то детство. Ерунда. И он считает, что для здоровья мужчины гораздо полезнее упражнения с ружьем. Более тяжелые. Он даже добавил, что «20 лет не проходило ни дня, чтобы я с большой пользой для здоровья не занимался этим движением». Как называл он «деланием ружьем». Делание ружьем было особой Николаевской спортивной гимнастикой. Наверное, его ироничное отношение к кеглям распространилось бы и на современный бадминтон. Но я вашу иронию в данном случае не разделю. Потому что бадминтон действительно очень полезен. Особенно для тех, у кого плохое зрение – близорукость. Ни один вид спорта так не помогает, естественно, в детском и подростковом возрасте, компенсировать близорукость и остановить ее развитие, как бадминтон. Если вам будет интересно, залезьте в интернет, это не относится к нашей лекции, и посмотрите, почему. Не пинг-понг, не теннис. Именно бадминтон. Если ваши дети носят очки, заставляйте их играть в бадминтон. Возвращаемся к Николаю. Есть много историй о доступности Николая, его сердобольности, его стремлении помочь простым людям. Мне сложно сказать, в какой степени эти истории придуманы николаевскими пропагандистами или подхалимами, а в какой степени они имели место быть на самом деле. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Но исторических анекдотов, подчеркивающих такое открытое сердце Николая, действительно довольно много. Вот, например, он любил на Масленицу ездить в открытых санях или в закрытых санях, если очень холодно, и катать детей по Петербургу. Ну, просто собирал каких-то мальчишек-девчонок местных из хороших или не очень хороших семей, и они катались, веселились вместе с императором. Как-то раз какой-то оборванец, беспризорник, геккель-берифин местный, прыгнул на эти сани на запятки. Николай обернулся, заметил его, подхватил и отвез, сдал всероссийской бабушке. Мать Николая отвечала за благотворительность, очень много сделала для развития благотворительных учреждений в России. Мать определила беспризорника в какое-то благотворительное заведение. Такие случаи не единичны. Как-то раз Николай в очень плохую погоду, суровую стужу ехал по Петербургу, он ездил всегда без охраны. Увидел женщину одинокую, которая, кутаясь в платок и дешевое пальто, вместе с ребенком лет десяти пробиралась вдоль улицы. Николай предложил их подвезти, посадил в карету, отвез их домой, по пути расспросив, как жизнь, куда она идет пешком, холодно ведь так далеко. Женщина оказалась офицерской вдовой, ну, какого-то младшего офицера, погибшего на войне. Пожаловалась, что денег нет, что офицерской пенсии ни на что не хватает, живут они с сыном очень скудно. Большинство офицеров ведь были беспоместными. Вот действительно жили только на жаловании, перспективу, дослужившись до какого-то серьезного чина, может быть, приобрести крошечную деревеньку, которая бы вместе с офицерской пенсией дала бы возможность более-менее спокойной старости. Муж ее погиб, не дослужившись. Николая выслушал, он, естественно, не представлялся, а, как вы понимаете, в лицо тогда императора не узнавали. Он предложил ей подойти в Зимний дворец, сказал, что он там где-то служит в охране. Написал какую-то короткую записку одному из своих офицеров, видимо, помощников. Он говорит, ну как, кто же меня в Зимний пустит? Вот вам рубль серебряная, это как пропуск, поэтому рублю вас туда пустят, все ваши проблемы решат. Вот так, не зная, от кого она получила серебряный рубль, на следующий день пришла в Зимний. Я встретил кто-то из адъютантов Николая, попросил описать все события ее жизни. Все было проверено, личность была удостоверена, после чего ребенок был определен за казенный счет в кадетский корпус. Матери было выдано дополнительное жалование, были решены проблемы с выплатой ее пенсии, которую она получала не полностью. Эта история потом стала известна благодаря воспоминаниями выросшего мальчика. Только позже они узнали, что это был не кто-то из офицеров Зимнего дворца, а сам император. Так вот, узнав это, мальчик потом носил на груди этот серебряный рубль как талисман, дослужился до генеральского чина, храбро воевал потом уже при Александре. Николай был такой, весьма и весьма доступный. Опять же, я не знаю, в какой степени истории основаны на действительных фактах, но вот образ доброго императора, он во многом напоминает нам образ дедушки Ленина, который общается с детворой, подолгу разговаривает с печеньком, кому-то может помочь. Дедушка Ленин, правда, не мог вытащить за шиворот двух пьяных матросов из кабака и сдать их под рулю. Но в остальном это как-то создавалось. Есть известная история по поводу чувства юмора и чувства самоиронии Николая Первого, связанная с оплевыванием его портретов. В одном из питерских кабаков некий упившийся посетитель дошел до того, что не просто вел себя непотребно, а когда его попытались пристыдить, обратив внимание, что в кабаке висит портрет самого государя императора Николая, и вот он смотрит на тебя, как не стыдно тебя так себя вести. Этот пьянчуга подошел к портрету и демонстративно плюнул, сказав, что плевать он хотел и на императора, и на всех остальных. Это уже дело серьезное, это оскорбление императорского величества. Пьянчушку повязали оперативно, есть закон каторжной работы в определенный срок, но поскольку речь шла об оскорблении императора, приговор дали на утверждение Николаю Первому. Николай со смехом прочитал это дело и написал замечательную резолюцию на приговоре. Первое – дурака отпустить. Второе – передать ему, что я тоже плевать на него хотел. И третье – портретов моих в кабаках более не вешать. История замечательная. Нечто похожее рассказывают потом про его внука Александра III, но опять же дыма без огня не бывает. Понимая их характер, я уверен, что такое могло произойти и в одном, и в другом случае. Во время одного из очередных обострений русско-турецких отношений турецкий султан решил привлечь на свою сторону пленных русских офицеров. Предлагал перейти на службу. С очень хорошим жалованием, кстати сказать. Качество нашего офицерского корпуса было значительно лучше, чем турецкого. Так он приглашал их на службу в турецкую армию с сохранением того же самого отчина, что у них было в императорской армии, в русской, естественно, с большим жалованием и без обязательства переходить в мусульманскую веру. Или продолжая сидеть где-то там в яме, жди возможного обмена. Тогда с этим были большие сложности. Я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы кто-то покусился и перешел с русской военной службы на турецкую. Но шума вокруг этой инициативы султана было много. Когда об этом донесли Николаю, Николай улыбнулся и сказал, а ведь жаль все-таки, что я не могу перейти на турецкую службу в том же чине. Я думаю, что это решило бы все наши проблемы с Турцией единым разом. При всей своей непритязательности в быту Николай был щепетильно чистоплотен. Менял белье нижнее всякий раз, когда переодевался. А переодевался он подчеркнуто просто, по-военному. Единственная роскошь, которую он себе позволял, забавный нюанс, были шелковые носки, к которым он привык с детства. А во всем остальном сторонник, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Если бы Стив Джобс носил одни и те же черные водолазки от Сукерберг, джинсы и футболки, периодически их меняя, вот Николай носил и дома, и на работе тертые военные мундиры. Берег свое платье и не любил делать ничего нового. При этом даже за письменным столом в кабинете он работал в одном и том же армейском военном мундире с протертыми локтями, зашитым, иногда с заплатками. В этом отношении показывал образец действительно скромности и непритязательности. От своего отца он унаследовал странное качество. Николай не любил очков. Почему-то считал, что очки – это признак вальдодумства и неблагонадежности. Но дело в том, что очки были вещью модной, и зачастую их носили не только те, у кого реально было плохое зрение, а просто, чтобы модно выглядеть, с обычными линзами, без диоптрии. Это Николай необычайно раздражало. Очки были какое-то время даже запрещены при дворе. Кстати, не только при Николае, но и ранее при его старшем брате. Пользоваться разрешалось только лорнетом, соответственно, поднося и глазам, чтобы разглядеть какие-то детали, либо прочитать текст, если у вас дальнозоркость. Как-то в Харьковском университете Николаю бросился в глаза студент в таких больших толстых линзах. Николай грозно спросил его, а зачем вам очки? Студент не растерялся и бойко ответил, без очков я не имел бы счастья лицезреть ваше величество. Николай посмеялся, говорят, больше к очкам не приставал. В Старско-сельском лицее, самом элитном из учебных заведений той поры, очки были запрещены вообще. Когда близорукость была большой-большой редкостью, попался и студент с близорукостью друг Пушкина Антон Дельвих. Почитайте его воспоминания, это очень забавно. Дельвих писал, что как только я выпустился из лицея, ну сколько ему было к тому моменту, лет 17-18, и наконец-то смог одеть очки, мир буквально перевернулся. Ибо я осознал, что все молодые женщины вокруг меня не так идеально прекрасны, как мне казалось в лицее. Николай танцев не любил, охоту не любил, охотился очень редко в зверинце недалеко от Гатчины, зато играл в шахматы, играл хорошо. Кстати сказать, я недавно сам узнал, впервые интересуясь историей Петровских ассамблей, что на их ассамблеях в самом-самом начале в карты ведь не играли, играли в шахматы. Считалось правильной настольной игрой для дворян Петровской эпохи. Не могу с этим не согласиться. В Николаевскую эпоху самая популярная дворянская игра для мужчин – это бильярд. Бильярд Николай играл, любил, игра офицерская, но постепенно стал поигрывать в карты. Играл очень мало и на очень маленькие ставки, как его бабушка Екатерина. А вот заядлых картежников терпеть не мог. И официально резко выступал против азартных игр на деньги и игровых притонов, которые приводили тогда к разорению целых дворянских семей. Согласно указу 1832 года, Сенату было приписано прикрывать подобного рода подпольные казино, а всех игроков, цитирую, «предавать суду для строгого по закону наказания без всякого различия звания и чинов, усугубляющих по мере возвышения он их виновность». То есть, чем выше вы в чине, а предаетесь при этом порочным карточным играм, тем более будет для вас наказание. Не могу не согласиться, что в этом отношении государь-император был абсолютно прав. Если мы вспомним с вами судьбу Александра Сергеевича Пушкина и какую негативную роль в его финансовом положении играло увлечение карточными играми, я думаю, мы все с вами с Николаем согласимся. «Тройка, семерка, туз» – это была большая проблема для нашего великого поэта. И не только для него. Недавно в Малом театре посмотрел замечательную постановку, такую классическую, простую, и в то же время настолько легкую, интересную и современно звучащую, под несложным названием «Игроки». Николай Васильевич Гоголь, вспомните. Николай Васильевич писал эту легкую пьесу, ну, фактически по криминальной хронике той поры, описывая похождения профессиональных, как бы сейчас сказали, картежных банд, которые, вступая в сложную систему сговора друг с другом и путешествуя по России, в пух и прах обыгрывали и разоряли молодых наивных помещиков и офицеров дворян. Так что игроки, я вам рекомендую, посмотрите. Николая часто сравнивали с Петром Великим и с Екатериной, особенно в части их трудолюбия. Однако сравнение с Екатериной Николай не любил. Признавая ее заслуги перед государством, в личном плане считал ее позором семьи, позором в нравственном отношении. После смерти Екатерины в кладовых Зимнего дворца нашелся шкафчик из ее личных вещей. Там было все аккуратно сложено, описано, опечатано еще при Павле. Там хранились румяна Екатерина, зубные щетки. Зубные щетки тогда были. Не надо думать, что наши предки были чужды к гигиене. Они вошли в моду еще в 18 веке. Так вот, зубные щетки, гребни для волос, какие-то маленькие, судя по всему, кофейные чашечки. Мы помним с вами, что Екатерина обожала кофе, всегда пила кофе по утрам. Очень-очень крепки, невероятно. Все это Николай приказал уничтожить, шкафчик выбросить, вместе со всем содержимым, даже его не осмотрев. В более, в твоем негативе, безнравственной, на взгляд, Николая бабушки, он даже приказал переплавить оставшиеся после нее 14 серебряных сервизов. Серебряный сервиз с той поры, это не наши сервизы современные, которые стоят у нас в сервантах, там на 6 или у кого большой сервант на 12 персон. Сервиз с того времени, это несколько тысяч единиц самых разных чашек, тарелок, супниц, кофейников, блюдец, приборов. Все это, как правило, заказывалось в дорогих фабриках во Франции. Среди них был особенно изысканный так называемый Орловский сервиз, сделанный специально в подарок Грише Орлову. 3274 предмета. И все из серебра, представьте себе. Так вот, все это было переплавлено. Чудом сохранилась одна серебряная супница. Она потом в 30-е годы уже минувшего века была продана за границу, когда отчасти музейные предметы мы вынуждены были продавать, увы, за валюту. И вот в наше время, я посмотрел, это супница одна. Была продана на аукционе Кристис за 2 миллиона долларов. Так что представьте себе, какова была бы стоимость сервиза. В коллекции Эрмитажа кое-что осталось, конечно, но это считанные единицы. А всего посуды после Екатерины было переплавлено на целых 2 тонны. Очень жалко. Эти 2 тонны, конечно, пошли на чеканку серебряных рублей. Но что стоит чистое серебро и даже серебряные рубли по сравнению с произведениями искусства, по сравнению с изысканным дворцовым серебром? Николай всегда очень нравился женщинам. Даже когда достиг по тем временам преклонных лет. К тому есть масса свидетельств. Леди Блумфельд писала о Николае, которому было уже за 50. Я встретила императора на спектакле у Воронцовых-Дашковых. Он бесспорно самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. И его голос и обхождение чрезвычайно обаятельны. Та же самая Фрейлина Тютчева, относящаяся к Николаю как политику, с большим скепсисом. Тембр его голоса был также чрезвычайно приятен. Я должна поэтому сознаться, что сердце мое было им пленено, хотя по своим убеждениям я оставалась решительно ему враждебной. Хорошая черта Николая, как и его брата Александра. Не было много друзей, но они были очень привязчивы к своим друзьям молодости, к симпатичным им людям. И зачастую даже когда их друзья злоупотребляли доверием, может быть, были не слишком эффективны в тех поручениях, которые император им давали, и многое прощали. Все-таки друзья детства. Николай благовейно относился к старшему брату Александру. Я напомню, между ним была разница почти в 20 лет, и Александр для него как отец. В личной переписке с женой Николай называл его наш ангел. Кстати сказать, может быть, именно поэтому на Александринском столпе возвинулся Николаем в честь победы над Наполеоном и в честь своего брата Александра у ангела, посмотрите, если сможете, находящегося на самой вершине этой колонны, у ангела черты молодого Александра. Еще одна черта, которая мне нравится, Николай коллекционировал и любил холодное оружие. По преданию, его коллекция началась с турецкой сабли, которая была взята Кутузовым у турецкого паши еще в 1811 году на Дунае. В последствии он собирал, 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 и так родилась знаменитая царскосельская коллекция, как и называется, царскосельский арсенал. Я помню бытность службы в Министерстве культуры, мы отреставрировали в царском селе здание арсенала, и там сейчас замечательные экспозиции. Приходите и посмотрите, вообще, кто не был в царском селе, вы ничего не видели. Обязательно съездите, проведите там хотя бы пару дней. Николай многое сделал для развития русской армии. Во-первых, именно тогда появилось при каждом армейском корпусе так называемые резервные дивизии, то есть был заложен принцип кадрирования армии. Батальоны состояли из половинного штата, офицеры были, а рекруты в случае войны донабирались. Таким образом, общие расходы на армию уменьшались. Именно при Николае открылась первая военная академия, императорская, будущая академия генерального штаба. При Николае открылось 14 сразу новых кадетских корпусов, а при всем при этом срок службы рекрутов сокращался. Сначала с 25 лет до 20, а потом уже в конце царствования и до 15. Конечно, это была серьезная мера, потому что, отслужив 15 лет, имелся шанс вернуться к мирной, спокойной жизни вместе с семьей, если ему удавалось пройти через все войны живым и невредимым. Я читал как-то много лет назад воспоминания одного британского офицера флота в отставке, аристократа. Запамятовал его фамилию, но это неважно, по-моему, Александр. Так вот, я читал его книгу, посвященную путешествию по России. Он как раз проехал практически всю европейскую Россию, бывал и в Севастополе, Малороссии, Москве, Петербурге, на Волге. Как бы с познавательными целями, убежден, что это был британский шпион, с какой бы стати отставной морской офицер посвятил долгие-долгие месяцы поездкам по России. Но, тем не менее, хоть это был и шпион, но это был, видимо, доброжелательный шпион, потому что его очень интересовало состояние армии и особенно флота, в чем он явно разбирался. Так вот, что интересно, это все-таки 1830-е годы. Расцвет парусного русского флота крайне высоко отзывался и о качестве кораблей, ну и самое главное, о качестве офицеров и матросов. Причем, если русские офицеры, на его взгляд, профессионалы, ни в чем не уступали офицерам британского флота, то наши матросы были намного лучше. Он обращал внимание, что буквально вчерашние крестьяне, служив на флоте год-два, превращались в профессиональных морских волков. Он говорил о том, что рекруты, поступающие на флот, гордятся своей службой, а служба очень тяжелая, и отношения между русскими офицерами и матросами не в пример благороднее и уважительнее, как ни странно, чем отношения на британском флоте. И, конечно, офицер относился к матросу, который мог быть вчерашним преступником, беглым, ну либо просто нанявшимся бродягой за гроши на флот, безусловно, как человеку не второго, а даже третьего сорта. Николай не только сам любил ходить в мундире военном и не снимал его ни в домашней обстановке, но и практически одел в мундиры всю Россию. Не только армия, но и гражданские мундиры. Была введена единая система отличия от должностей по мундирам. Мундиры были одеты все государственные чиновники. При этом предусматривалась парадная, праздничная форма, будничная, особая, дорожная, летняя. В общем, это было немудрено запутаться, но фактически на все случаи жизни у тебя был мундир. Даже студенты носили мундиры, специальная была у них форма, красивая, с золотом, сшитыми петлицами на воротничках и со шпагами. Шпага у студентов была, правда, без темляка, но тем не менее вполне настоящая и вполне себе боевая. Как-то это придавало строгости и ответственности. Не надо было задираться, это ведь, не дай бог, дойдет дело до шпаг. Наверное, были студенты более вежливыми. Я тут не захватил с собой, но следующую лекцию обязательно принесу. У меня дома есть вариант палаша, такого тяжелого и очень страшного, с которым ходили студенты военно-морских училищ в императорской России, а потом и в Советском Союзе. Эти палаша отменили у нас только после Великой Отечественной войны, где-то в 50-е годы, когда было несколько случаев, ну, скажем так, хулиганского применения, может быть, по нетрезвому делу, этих палашей в пьяных драках. Вот тогда решили все-таки от этого отказаться. Ну, я скажу вам, серьезное оружие. И если это было оружием сдерживания и оружием чести, наверное, в этом был определенный смысл. По поводу мундиров и шинелей, чтобы вы не думали, что у нас эти музейные экземпляры находятся в студии просто так. Вот. Справа от меня настоящая армейская шинель Семеновского полка Николаевской эпохи. Примерно в таких шинелях, кстати сказать, ходили не только семеновцы, а все младшие чины. Лейб-гренадеры именно в таких шинелях вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Шинель появилась в нашей армии при Павле I. Это было замечательнейшее нововведение, которое спасло от болезни, обморожения многие поколения наших солдат. И была она поначалу немного другой, чем шинель современная. Во-первых, у нее был такой вертикальный воротничок, симпатичный, разного цвета. По цвету можно было определить род войск, иногда даже воинскую часть ту либо иную. Погоны поверх шинели. Далее. Награды можно было прикреплять на шинель. То есть не на мудир, а прямо на шинель. Медали, ордена. Сзади эта шинель была не как сейчас. Таким вот хлястиком с двумя пуговицами стянута по талии. А она, наоборот, имела несколько складок. Эти несколько складок хлястиком стягивались и застегивались. А почему несколько складок? Потому что если хлястик снять и шинель растянуть, то она увеличивала свои площади, ну и расстегнуть спереди, естественно, ну, наверное, раза в полтора. И превращалась в очень удобное зимнее одеяло. В жаркую погоду можно было эту шинель одеть прямо поверх рубахи. И тогда мундир не занашивать. Либо же свернуть. Шинель сворачивалась в очень удобный валик. Этот валик носился через плечо. Кстати сказать, во время боя вполне себе дополнительная защита. Кавалеристы складывали в шинель еще более плотный валик и крепили его спереди на седле. Поэтому кавалерист в походе, перед ним валик с шинелью. Замечательное фирменное изобретение нашей армии, прожившее 20-ти века. Я не буду подробно рассказывать о политических репрессиях, о подавлении вольнодумцев, о несчастных петрашевцах. Все мы это проходили в школе, по крайней мере, в хорошей советской школе. Но не упомянуть третье отделение его императорского величества канцелярии и графа Бенкендорфа я, конечно, не могу. Однако, будем честны, третье отделение было не просто органом политических репрессий, как принято считать. Вообще Бенкендорф, герой войны 1812 года, храбрый боевой генерал, плюс ко всему еще и личный друг Николая, Николая, а вы помним, как Николай был привязан к своим друзьям. Он был человеком очень тонким и интеллигентным. Гораздо тоньше и умнее, чем представляли нам его в упрощенную версию в советском кратком курсе. В первую очередь он опирался на общественное мнение. И это, наверное, был первый топ-чиновник в нашей истории, который полагал, что, принимая те либо иные решения, власть должна обязательно учитывать состояние общественного мнения в стране, как она эти указы будет воспринимать. Он даже сказал как-то, что общественное мнение так же важно для политика, как знание топографической карты для командующего. Когда Бенкендорф предложил создать политическую спецслужбу, третье отделение, предложил структуру этой спецслужбы, Николай поддержал его. По легенде Бенкендорф спросил дать ему финальную царскую инструкцию для третьего отделения. Император протянул ему платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами «Вот тебе моя исчерпывающая инструкция». Что из себя представляло третье отделение? В него входило несколько отделов. Первый секретный, собственно, это и был орган политического сыска и следствия. Второй отдел занимался делами раскольников, то есть вопросами религиозными, которых Николай, кстати сказать, не преследовал, потому что полагал искренне заблудшими душами, кое надо перевоспитывать. Третий отдел слежкой за иностранцами, предтечи КГБ вполне. Четвертый отдел крестьянским вопросом в части злоупотребления помещиков. И, наконец, в конце уже 1840-х годов был создан пятый отдел, так называемый цензурный. Штат третьего отделения, не поверите, центрального аппарата. Поначалу 16 человек. Ну, к концу царства Николая, конечно, численность его разрослась. И достигла немыслимой 40 человек. Так что это не современные органы безопасности. Правда, если говорить откровенно, у него были еще и органы на территориях. Это так называемый отдельный жандармский корпус. По всей стране были созданы жандармские округа с генералами, которые были подчинены лично шефу жандармов. Они, естественно, находились вне юрисдикции местных властей, поскольку задачей как раз жандармов на местах было пресекать злоупотребление местной власти. Я упомянул сейчас цензурные цели третьего отделения. Скажем пару слов о цензуре. Нам всегда говорили, что Николаев буквально задушил культуру, литературу, театр своим цензурным уставом, который был хлестко назван чугунным. Да, действительно, такой устав появился вскоре после восстания декабристов. Об этом во всех учебниках истории написано. И действительно, при Министерстве просвещения было создано целое цензурное отделение штатом цензоров, которые прежде чем выходил какой-то спектакль в столичном театре, прежде чем публиковалась стали бы иная книга, эти цензоры, читать-то они, честно говоря, ничего не успевали, но пролистывали, просматривали. А если авторы были подозрительные, то, может быть, просматривали это более внимательно. Мы это все знаем, правда, мы не знаем, что буквально через пару лет чугунный цензурный устав отменили, и появился другой, более мягкий, так же, как мы не знаем, что долгое время главным цензором был поэт Федор Тютчев. Не надо думать, что цензоры были такими уж безграмотными. Но, тем не менее, цензура есть цензура, и первое время сгоряча под запрет попали многие исторические труды, как казалось, цензором они ставят под сомнение. Истинность и незыблемость самодержавной власти под цензуру попали многие художественные произведения, помним с вами, и «Горе от ума», и даже «Пушкинский медный всадник». Они не прошли цензуру, потому что в «Медном всаднике» сложный, непонятный образ Петра Великого. Поначалу к печати было не разрешено. Иногда Николай I сам выступал в роли цензора, мы помним с вами, как он покровительственно сказал Александру Сергеевичу, что, мол, если ваши какие-то произведения не разрешают публикации, присылайте все мне, я сам лично буду вашим цензором, и, соответственно, буду вам во всем помогать. В результате, к сожалению, все это имело один большой негативный результат. Николай попал в такую собственную ловушку. Как писал историк Погодин уже в период Крымской войны, позволью процитировать, кавычки открываются, «государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России, став на высоту недосягаемую, он не имеет средств ничего слышать, никакая правда его достигнуть не смеет, да и не может. Нет ни гласности, ни общественного мнения, ни апелляции, ни протеста, ни контроля». Цензура породила стремление давать хорошие отчеты, негатив в печати не появлялся, негатив не появлялся в прессе. Соответственно, пресса потеряла функцию зеркала, функцию донесения плохих новостей до властей, функцию критики, утратила ее полностью и окончательно. А когда ты получаешь одни только хорошие новости, это создает неправильное представление. Нет, это, конечно, приятно, настроение хорошее, но картинка мира не настоящая. Все это было бы довольно мило, если бы не было так грустно. Отсутствие зеркала, прессы, литературы, критического театра. Без зеркала тяжело увидеть прыщи на своем лице, а если даже и нащупаешь, то очень тяжело их выдавливать. И все это потом приведет к целой цепочке ошибочных решений в канун и в самом начале Крымской войны. Приведет к цепочке решений, которые самым пагубным образом скажутся на результатах всего царства Николая Первого. Развеем несколько мифов об отношениях Николая Первого и Александра Пушкина. Отношения у них были. Это были отношения личные. И хотя Николай, как считалось, поэзию любил, но, честно говоря, не слишком в ней разбирался. Было не его. Ему больше нравились исторические романы. Мы ведь и не ждем литературоведческих талантов от императора. Но в то же время он и не был никогда никаким самодуром, тиранищем Пушкина, как учили нас в советской школе. Более того, на литературном обеде в 1727 году Пушкин сказал, «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо он, государь-император, дал мне жизнь, и что гораздо более, свободу, виват». При этом в письме Чадаеву спустя несколько лет он писал, «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя». Поэт был мудр. В 1731 году Пушкин получил право доступа к архиговам и очень высокооплачиваемую государственную должность Министерства иностранных дел. Он написал, что хотел бы создать историю Петра Великого и его наследников, на что Бенкендорф наложил резолюцию по решению государя принятия его на службу в иностранную коллегию с позволением рыцов старых архивов для написания истории Петра I. Я, честно говоря, мечтаю как-то сделать отдельную лекцию, посвященную теме Пушкин и финансы. Тема очень интересная, ибо если мы узнаем с вами, сколько зарабатывал Александр Сергеевич своими трудами в Министерстве иностранных дел, где он даже не появлялся, а использовал только ресурсы, архивы Министерства для подготовки своих произведений, как-то мы по-другому посмотрим совсем на императорскую Россию той поры. Но скажу вам лишь, что оклад Пушкина как штатного сотрудника архивов Министерства иностранных дел, при том, что на нем не было никаких обязанностей, изучай архивы и пиши, что хочешь. Все, что напишешь, издавай. Мы тебе еще и дадим на это дело государственную суду, и будем всячески тебе помогать. Оклад Пушкина по этой части был сопоставим с общим доходом. Оклад плюс премия московского генерал-губернатора. И превышал стартовую зарплату чиновника МИДа раз так в 7-8. Это все не считая гонораров. Произведения Пушкина и Жуковского входили в число традиционных подарков детям императорской четы. В 1833 году Пушкину пожаловали звание камер-юнкера. Это почетное звание, это не чин, как пропуск в Кремль. Ты можешь участвовать во всех дворцовых мероприятиях, носить соответствующий мундир, ливрею и так далее. После дуэли смертельно раненому Пушкину принесли записку Николая I, смысл которой был. Государь желает ему выздоровления, надеется его еще увидеть. Однако в случае даже самого страшного, а безусловно, государю донесли, что ранение Пушкина смертельное, в случае самого страшного он просит поэта не беспокоиться о своей семье. Государь поможет. В соответствии с пунктом воинского устава, еще принятого при Петре I, Дантеса, как офицера, приговорили к повешению. Однако на деле этот устав никогда не соблюдался и ограничились лишь разжалованием в рядовые и принудительной высылкой за границу. После смерти поэта Николай исполнил слово, данное Пушкину и составил собственноручную записку. Заплатить все долги, заложенное имение отца очистить от долга, установить пенсион вдове и детям, жене 5 тысяч рублей в год, это как раз примерная оклад генерал-губернатора Москвы, полторы тысячи рублей двум дочерям ежегодно до замужества, двум сыновьям, также по полторы тысячи рублей, на воспитание до их поступления в пажевский корпус, единовременно выдать 10 тысяч рублей, сочинение поэта и сдать за казенный счет в пользу вдовы и детей, это еще 50 тысяч рублей, а также оплатить как частные долги Пушкина, так и его долг государственному казначейству. Перейдем очень кратко к внешней политике. Сразу скажу, что про Крымскую войну говорить не будем, во-первых, не успеем, а во-вторых, я все-таки хотел бы посвятить Крымской войне отдельную лекцию. Это очень важная и очень современно звучащая тема, она нуждается в серьезном разговоре. Во внешней политике Николая было, ну скажем так, три основных направления. Первое. Задача не пустить революцию в Россию. Время правления Николая — это бесконечная череда европейских революций. И он, как консерватор, пытался максимально сохранить старую венскую систему отношений, сохранить священный союз, усмирить, успокоить Европу. 1830-1831 год — восстание в Польше. Николай расправляется с восставшими. Он считает, что поляки абсолютно неблагодарны. Они находятся в России в эксклюзивном положении. Полная автономия, своя армия, конституция, парламент. Все налоги остаются внутри Польши. Ну что им еще надо? Николай упраздняет польскую автономию, фактически упраздняет польскую государственность, и территорию Польши становятся обычными губерниями Российской империи. Более того, весь период царства Николая на территории Польши — военное положение. Не забалуешь. В те же годы революции в Бельгии. Бельгия — это тогда часть Нидерландов. Николай готов послать войска на помощь своему родственнику. Король Нидерландов был женат на сестре Николая. Все против. И Австрия, и Пруссия, и Англия очень боятся появления русской армии в Западной Европе. 1848 год. Цепочка революции. Франция, Пруссия, Германия, Австрия. Николай готов снова направить нашу армию. Но опять все против. Никто не поддержал. Единственный, кто обратился за помощью, был австрийский император. И происходит знаменитое подавление русскими войсками Венгерской революции. 1848-1949 год. Тяжелая история. Конечно, наша армия показала свою сверхэффективность. Минимальными потерями революция в Австрийской империи была буквально раздавлена. Однако было ли это выгодно России? Категорически нет. Без вмешательства Николая Австрийская империя однозначно развалилась бы на куски. И это означало бы, что все балканские территории, автономии и страны, населенные славянами, автоматически оказались бы в зоне влияния Российской империи. И могли бы легко стать частью России. Но Николай удержался от соблазна. И сказал, что бороться с революцией для него важнее, чем приращивать территорию Российской империи за счет слабого соседа. К сожалению, этот Священный Союз, эти обязательства ни для кого, кроме Николая, священными не были. И когда начнется Крымская война, Николай ощутит на себе, что такое благодарность европейцев. В отношении Польши, как ни удивительно, Николай пытался проявлять политику достаточно гибкую. И несколько раз задумывался о том, как Россия могла бы комфортно избавиться от этих неспокойных польских территорий. Он даже обдумывал вопрос с предоставлением частичной независимости. Либо же, еще лучше, ну как бы жалко, и невозможно отпустить территорию, которую кровью завоевала Россия. Поэтому хотелось сделать это с выгодой. Был проект обмена территориями. Передать часть Польши, Австрии, либо Пруссии в обмен на возвращение России земель Древней Галиции, Галицкого княжества. Но, к сожалению, австрийцы менять Галицию на Польшу не захотели. Вторым направлением было замерение Кавказа и укрепление российских границ на юге. На юге у нас два традиционных геополитических соперника. Две войны, русско-турецкая и русско-персидская. Обе – триумфальная победа. Российская граница не только укрепляется, но еще и отодвигается. К России присоединяется и Реванское, и Ночехеванское ханство. Причем обе эти войны не ложатся большим экономическим временем на Россию, поскольку и Персия, и Турция платят большую контрибуцию. Наше влияние на Балканах возрастает. Параллельно с этим происходит постепенно и замерение на Кавказе. Сначала Паскевич, затем Воронцов, теснят кавказских горцев, хотя, конечно, окончательно Кавказская война завершится уже при Александре. Согласно турецко-русскому миру, Черное море становится фактически внутренним морем на двоих – Османской империи и Российской. Согласно этому мирному договору, Турция берет на себя обязательство по просьбе России закрывать проливы Босфор и Рдарданеллы от любых иностранных судов. Никогда, ни до этого, ни после, не было столь выгодного для России режима использования Черного моря. Если бы нам удалось эту позицию удержать, то Черное море было бы наше и Турции. И больше ничье. Но если в Европе Николай старался придерживаться обязательств Венского конгресса не наращивать русскую территорию, хотя возможности для этого все были, ограничиваться покровительством России над славянскими территориями, то подобного рода обязательств ни на юге, ни на востоке у Российской империи не было. На юге мы движемся в сторону Средней Азии, присоединяем земли современного Казахстана. Тогда казахов называли киргизами. Я, кстати, напомню, что формально часть территории современного Казахстана, так называемые младшие и средние жузы или орды, как тогда именовали, они приняли русское подданство давно. Давно и добровольно, еще в XVIII веке. В результате внешнего давления со стороны Джунгар они обратились за помощью к Российской империи, и Российская империя взяла их под свое военное покровительство. Подданство это было вполне номинальным, это же кочевники платили там чисто формально небольшой налог и считались вассалами Российской империи. Постепенно при Николае мы начинаем двигаться еще дальше на юг. Начинается присоединение так называемого Старшего Жуза. Это район озера Балхаш, юг современного Казахстана. Туда переселялись и казаки из Сибири, и семипалатинские татары, и русские крестьяне, и даже немцы-колонисты. То есть немцы там занимались сельским хозяйством еще задолго-задолго до знаменитого советского переселения поболжских немцев в Казахстан. Строились крепости, причем при большой поддержке местного киргизского населения, потому что русские завоеватели за все платили. И местные жители с большим энтузиазмом за деньги снабжали русскую армию, помогали возводить военные укрепления. Указом Николая была построена крепость, а впоследствии город Верный. Город Верный, который быстро стал крупной казачьей станицей. Он рос, развивался. 90% русское население. К моменту революции 1917 года это очень большой город на территории современного Казахстана. Примерно 50 тысяч постоянное население. И только в 1921 году в рамках политики коренизации, хотя довольно странно говорить о коренизации, потому что это город, основанный русскими казаками, город Верный стал городом Алма-Ата. Спустя 6 лет, в 1927 году, Алма-Ата стала столицей казахской, именно через букву К, казахской, автономной СССР в составе РСФСР. Ну и дальше уже столица Казахстана, как независимой республики. Но это уже совсем другая история. Такое же активное движение империя предпринимала и на восток. Николай I поддержал амурскую экспозицию адмирала Невельского, обследовавшего те районы. Было только тогда установлено, что Сахалин – это остров. Раньше на всех картах рисовали его как полуостров. И Невельской там же, на Дальнем Востоке, построил целый ряд форпостов, вызвав большой скандал в Петербурге, потому что эти территории были спорными между Россией и Китаем. И Невельской фактически самовольно основывал крепости и объявлял их территориями Российской империи. Когда Николай получил доклад, с одной стороны доклад за Невельского, его поддержал сибирский губернатор Муравьев, родственник всех наших декабристов, Муравьев-Амурский впоследствии. С другой стороны были доклады придворных, которые требовали во избежание будущего конфликта с Китаем, боялись уже тогда все эти крепости срыть и спалить. Николай наложил свою знаменитую резолюцию. Там, где поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Таким образом, громадные территории, стратегические, ресурсно-бесценные, территории, где находятся современные Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Собственно, вся русская земля бескрайняя от Читы и Нерчинска на восток и далее южнее до Кореи. Вся эта территория, официально договорами с Китаем, впоследствии закрепленной уже через несколько лет, при сыне Николая, вся эта территория стала русской. Именно благодаря твердой позиции Николая Первого. Напомню, что по официальной версии он умер от пневмонии 18 февраля 1755 года. Незадолго до этого подхватил грипп, почувствовал небольшое улучшение и, несмотря на протесты врачей, вот так гриппуя, очень легко одевшись, на морозе, в легком плаще, в открытых санях, решил лично проводить на фронт маршевые гвардейские батальоны. Поехал в Манеж на строевой смотр. Последствия очевидны. Болезнь резко усилилась. Сильный озноб, жар, извержение мокроты, кровь. Анна Тютчева писала сразу после кончины. Она видела императора. Я процитирую. «Император лежал поперек комнаты на простой железной кровати. Вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, кончая дырявыми туфлями у подножия его кровати». Так он, как жил в простоте и непритязательности, так же и умер. Через несколько лет ко дню рождения Николая у Исаакиевского собора с салютом и иллюминацией открыли знаменитый памятник Агюста Минферрана и Петра Клотта. Памятник не тронули в советские годы, признав шедевром инженерной мысли. Но большая часть памятников Николаю была уничтожена. Среди них был и памятник в Киеве, его снесли еще в 20-х годах, и, например, небольшой памятник в селе Медведь, в Новгородской губернии. Этот памятник примечателен тем, что был установлен по инициативе и на деньги крестьян, благодарных Николаю за освобождение от подати. А от подати Николаю освободил их в благодарность за неучастие в бунте военных поселян. Памятник этот разрушили почему-то сразу после февральской революции. Еще до большевиков. Николай Павлович был удивительным человеком на троне. Практически все государьи в мире, все абсолютные монархи, да и наши, в общем-то, не исключение, все его предшественники, начиная с Петра I, приходили к власти так либо иначе на штыках в борьбе с оппозицией, в результате дворцовых переворотов, усмиряя восстания стрельцов, усмиряя мятежи. Они все хотели власти и боролись за власть. Боролись беспощадно, как Екатерина, соглашаясь на страшные преступления, как Александр, и проклиная потом за это себя всю жизнь. И лишь один Николай не боролся за власть. Он от нее всячески отказывался. Он до конца жизни так и называл себя. Я старый армейский сапер. Я просто инженер. Власть для него была бременем. И, получив это бремя, он пытался оправдать выбор судьбы. Он не был рожден для власти. Он не был гением политической интриги, как его бабушка Екатерина. Он не умел создавать сложные международные коалиции, как она. Во всех войнах России при Екатерине всегда имела обширную международную поддержку. А ее противники всегда были в колоссальном меньшинстве. Это талант. Николай оказался в годы Крымской войны в тотальной международной изоляции. Николай не был и таким прирожденным дипломатом, интеллектуалом, как его брат Александр, которого сознательно долгие годы готовили к царствованию. Но, получив империю, он строил дороги. Кстати сказать, именно при нем в России произошла транспортная революция настоящая. Появились и железные дороги, и нормальные шоссейные дороги первые, и дилежансы, и массовое пароходное сообщение. Он занимался дорогами, пароходами, мануфактурами, как ему казалось, как мох наводил порядок. И, наверное, остался бы в нашей памяти действительно Николаем незабвенным, если бы не одна страшная, огромная политическая ошибка в самом конце его жизни, которая, в общем-то, перечеркнула многое из того хорошего, что он сделал. Отсутствие внешней и внутренней критики, от этого атрофирования потребности к самокритике, все это привело к тому, что система власти, которую так старательно выстраивал Николая, система контроля, контроля над контролерами, контроля за исполнением поручений. Вся эта система устаревала и переставала работать. И все это вылилось в фиаско Крымской войны. Он не смог модернизировать Россию. Он передал эту задачу своим детям, по легенде, держа за руку Александра, уже умирая, сказал ему, я отдаю тебе нашу страну, измени ее и обязательно отмени хрепостное право. Но так либо иначе его сыновья, в первую очередь Александр и Константин, смогли провести невероятной, быструю и решительную модернизацию, наверное, самую невиданно успешную политическую модернизацию, бескровную, в истории России. Значит, все-таки Николай их правильно воспитал. Значит, все-таки он действительно по-настоящему был хорошим отцом. И за это мы должны его чтить и помнить. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова